Вячеслав спрашивает когда кончатся проблемы с просрочкой но я могу сказать что никогда не кончится это неотъемлемая часть торговли и нашей действительности поэтому просрочка была и будет всегда вопрос только в том в каком количестве и как с этим бороться кто обратил внимание мы сейчас решили пойти по другому пути мы решили просто каждое замечание фиксировать и сразу подавать исковое заявление в суд для того чтобы взыскивать денежные скажем так вознаграждение за нашу работу по выявлению просрочки раз по роспотребнадзор не работает объявил мораторий соответственно будем делать это за них так всем привет александра так 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 добрый вечер добрый вечер татьяна привет из казахстана всем а всегда смотрю вас пишите пишу комментарии вы молодцы спасибо так и сами же понимают и все равно торгуют ну торгуют просрочки потому что это выгодно это деньги продукты которые были куплены они должны быть проданы иначе это убытки прямые какой-то процент просрочки утилизируется понятно но какой-то процент который на чей-то взгляд подлежит употреблению продают колбасу там маслом растительным натирают там сыр обрезают очень много способов там мясо вымачивают курицу вымачивают там салаты готовят просрочка это уже бизнес никто ее свиньям не кормят потому что эта просрочка появляется на авито там ее продают так владимир привет а как быть закрывается сейчас как быть судьями выносящими заведомо неправосудные судебные решения ой это печалька для того чтобы обвинить судью вынесение заведомо незаконного решения нужно сначала это решение отменить для того чтобы его отменить нужно пройти огонь и воду нужно очень много времени и у каждого человека достаточно сил времени ну и денежных средств для того чтобы добиться справедливости насколько я сейчас вижу мурманский областной суд если брать наш регион по большому счету вообще личные инстанции которые ничего не решает она практически все решения судов первой инстанции оставляет в силе то есть без изменения без изменений и так далее выносит решение там по пять минут и все как бы оставить в силе надеялся на суд кассационной инстанции ну что-то я очень сильно разочарован потому что на мой взгляд очевидное решение которое подлежало отмене то есть приговор в отношении меня по какой-то причине я еще не знаю какие причины какие мотивы там были оставили в силе без изменений вообще просто ну для меня это дико для меня дико когда человека обвиняют в преступлении в котором как в которой он не совершал дело рассматривает его отсутствие то есть не дают ему даже возможности что-то сказать какие-то доводы привести какие-то доказательства и тому подобное себя защищать это конечно очень странно вот поэтому посмотрим что верховный суд скажет я как бы не собираюсь сдаваться в любом случае я дойду до последней инстанции потому что на мой взгляд очевидно приговор подлежит отмене неужели судьи признают такой протокол законом 12 26 если по делу которая вот завтра будет рассматриваться это вот вячеслава конечно там очень много было допущено процессуальных нарушений об этом я сейчас скажу я просто сейчас об этом не хочу говорить судья это видит понимает она понимает что я хочу еще повыступать скажем так и поэтому не говорю самое главное самое главное у меня есть решение верховного суда я рассматривалась аналогичная ситуация и там рассматривался как раз тот вопрос что если в протоколе не стоит отметка о том что согласен либо не согласен соответственно факт этот не зафиксирован то есть точно такая же аналогия более того на видео мы видим что самого отказа не звучит от человека нет этого отказа вот ну опять же я уверен на 99 процентов что мировой судья все равно вопреки здравому смыслу закону материалам дела вынесет решение не в пользу и скорее всего это решение придется добиваться отмены уже вышестоящих судах ну понятно что не в мурманском областном суде это минимум в касационном суде почему я так говорю потому что я уверен что судьи низшего звена имеют какие-то непосредственные указания не знают кого выносить такие решения не за политика такая ли еще что то ну ради интереса проверим ошибался или нет это будет чудо если на стадии суда первой инстанции решение будет в пользу человека скажем так ну в данном случае водителя либо собственника транспортного средства который якобы отказался от мета свидетельствования так в муманске за проезд грузовика надо платить местным бандитам полиция бездействует может попробуйте навести порядок ну я если честно первый раз такое слышу раньше такое было там да те бандиты все остальное не слышал такого ничего с грузовиками никак не связывался не работал те свое время работал ну там допустим у меня был лада ларгус фургон без проблем перевозки дела никто мне никогда никаких претензий не предъявлял то что касается больших грузовиков но я так понимаю у них должна быть какая-то все равно крыша своя не знаю ничего не могу сказать по этому поводу а наличие такой проблемы я не знаю всем привет что там по поводу апелляции по кировским парням да беспредел это беспредел я потом все опубликую суд мурманский областной суд оставил все без изменения но сам факт как долго рассматривалась апелляция получается три дня рассматривалась это уже прецедент просто прецедент вот но все равно оставили в силе ребята просто попали под раздачу ну если в двух словах вообще в чем суть дела есть в городе кировские ну и так понимаю апатитах некие товарищи которые выращивают марихуану эти товарищи о существовании этих товарищей все знают менты знают более того на мой взгляд они их крышу почему потому что вот эти товарищи они являются поставщиками скажем так клиентов пост по 228 то есть за вот это за наркотики короче говоря то есть они просто сливают своих товарищей по этому бизнесу ментам ну и менты за это их не трогать ну то есть своего рода информаторы ну и произошла такая ситуация что вот эти ребята попали в немилость там местным ментам и тому подобное но ребята такие спортивные занимаются спортом понятно что они там возможно неправильно что-то делали я предполагаю я точно не знаю ну сам факт что дело основано исключительно на предположениях и на показаниях якобы потерпевших я считаю что такое решение не может быть законами обоснованным вот ну суд первой инстанции апелляционной инстанции посчитали что это все нормально когда только на показаниях потерпевшего строится обвинение ну другими словами если кто-то вас обвинит скажет что вы там то-то то-то совершили и вас посадят только на основании вот этих слов потому что то что в деле есть то что мне известно ничего этого нету более того у нас следствие проводится таким способом чтобы исключить доказательства невиновности то есть они говорили снимите видеокамеры там город весь видеокамеры упичкан что мы никого не похищали никого никого никуда не увозили ничего не вымогали проводили ОРМ то есть оперативно эти мероприятия дали этому человеку который обвинял в вымогательстве тому подобные деньги и он попытался эти деньги вручить соответственно это все было под запись ну деньги никто не вымогал и они конечно не ожидали что ни с того ни с сего начнут деньги предлагать естественно деньги никто не взял в итоге вот эти аудиозаписи пропали все пропало ну потому что это свидетельствовало исключительно в пользу обвиняемых ну суд это все проигнорировал все проигнорировал я выложу то что рассказывали на апелляции подсудимые будет интересно послушать качество конечно не идеальное но все достаточно нормально слышно я думаю человек который заинтересован будет разобраться в этой ситуации он все поймет что ну скажем так это данным гражданам дали 50 лет на пятерых то есть по десятке в среднем каждому дали ни за что так следующий вопрос если система кассы коституционного порядка пригнила в чем смысл к ней обращаться ну смысл всегда есть лягушка которая в бетоне прыгает она может выжить почему потому что под ногами масло будет они они молоко то есть надо испробовать все методы чтобы потом не жалеть что ты там что то не сделал я в любом случае буду идти до конца поэтому и всем советую добиваться если уж совсем ничего не получилось ну тогда можно там что-то делать какие-то выводы но сдаваться никогда нельзя если есть шансы почему их не использовать так интересен вопрос если у привлекаемого лица нет возможности письменно заявить ходатайство защитники и дпс и дпс отказался предоставить бумагу под видео неужели суд не видит в этом нарушение в любом случае когда составляется протокол у человека есть возможность ему дадут протокол эта бумажка ему дадут ручку чтобы как минимум расписался о том что как бы получил копию тому подобное сделал замечание ваша задача в первую очередь вести видеофиксацию телефона есть у всех включаете видеофиксацию под видеофиксацию требуйте предоставьте мне листочек ручку мне нужно написать ходатайство понятно это что все фиксируется естественно суд обязан это учесть водитель не может иметь при себе ручку и листочек иногда бывает даже случай что человек не может писать он находится стрессовой ситуации у него руки трясутся да все что угодно может быть он может травму получить сотрудник полиции по принципе должен это сделать за него то есть обеспечить возможность реализации прав лица в отношении которого составляется протокол понятно что коап предусматривает подачу письменных ходатайств с этим я согласен но там не сказано кто конкретно и каким образом должно это быть зафиксировано на отдельном листочке в протоколе и тому подобное поэтому вот по моему ну недавнешнему ролику где я приехал на место дтп и сотрудники полиции так и не дали ручку и листочек и бумажку мы в итоге все равно написали в протоколе что нуждается в защитнике на видео это соответственно все зафиксировано соответственно мне как защитнику права разъяснены не были что уже является грубым нарушением так значит дальше так буду в мурманске запишу видео как это происходит а ну запишите по поводу дальнобойщиков интересно посмотреть в любом случае нужно фиксировать вот эти правонарушения потому что одно дело сказать а другое дело обвинять кого-то в чем-то там вымогательство и тому подобное насколько мне известно дальнобойщики они как-то дружная команда ездит они там друг за дружкой и поэтому не знаю не слышал я про эту проблему владимир здравствуйте если ко мне обратиться полицейские у меня только смартфон как мне себя защищать звонить родственникам друзьям или включить видео аудио что рекомендуете значит рекомендую следующее первое и самое главное не знаю услышат меня не услышат я об этом говорю тысячу раз и все равно люди умудряются меня не слышать первое ничего не подписывать ничего никаких объяснений не давать до того момента пока вы не получите соответствующую помощь ваша задача в данном случае просто фиксировать и заявлять одно единственное требование я нуждаюсь в защитнике я нуждаюсь в защитнике пускай это будет звучать глупо но как попугай повторять чтобы это фиксировалось у сотрудников полиции на дозоры в протоколе обязательно вот только вот это основание что вам не предоставили возможность воспользоваться услугами защитниками будет являться основанием для отмены любого постановления я еще раз повторяю любого постановления есть на эту тему даже разъяснение кастка конституционного суда это очень серьезное нарушение если вам не предоставили возможность получить юридическую помощь от защитника то есть вы это зафиксировали ваша задача только зафиксировать то любое дело вы развалите легко главное не сделать глупости а глупости это ничего не подписывать никаких объяснений не давать ни под видео камеру не просто в личной беседе никак я не знаю услышали меня не услышали это самое главное защитник и молчать вся первая статья все защитник придет он все сделает за вас так ну следующих вопросов не вижу спрашивайте денис ты можешь мне чего-нибудь спросить ты смотрю завис немножко ну ты согласен со мной что первым делом нужно молчать не надо лишнего болтать в том-то и дело что что люди да они не могут они вот и много раз говоришь одно и то же они понимают вроде все но их несет а ну какой я могу еще такой дать совет что понятно что 51 статью конституции и всегда нужно пытаться держать себя в равновесии не поддаваться на эмоции не поддаваться на провокации всегда себя контролировать потому что сотрудники полиции специально провоцируют вас на то чтобы вы вели себя неадекватно там матерились какую-то агрессию проявляли и тому подобное вот вот этот момент учтите сотрудники полиции знают как вас провоцировать именно это они делают для того чтобы к вам применить соответственно физическую силу и тому подобное чтобы оправдать свои незаконные действия так в том то и дело на деле они дали бумагу для ходатайства а также не дали возможности составить времени когда нашли бумагу ходатайство защитники как появилась бумага удалился писать сообщив дпс и в это время дпс под патруль видео указал протоколе от подписи отказался это видео предоставил ли в суд телефон включая и постоянно пишем постоянно пишем просто люди начинают нервничать начинают четкие то кнопки нажимать выключать включать выключать включать включать если вы включаете вот с момента как вы включили не делайте прерывание записи если сделали прерывание записи то включаете заново и обратно заново все повторяете все все моменты которые вы сказали в том предыдущем отрезке видео нуждаю защитники предоставьте бумагу ручку там то 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 все повторяете чем больше вы будете повторять я как вам сказал что как попугай нуждаю защитники нуждают защитники дайте бумагу вот в любом случае вам протокол когда будут давать вы там имеете право там есть графа целых ходатайства заявление которое вы можете оставить объяснение там можете написать когда он говорит что от подписи отказался так прямо же и говорите на этот виде регистратора я от подписи не отказываюсь понятно что они будут там нарезку делать вот этих видеозаписи они что же у них автоматически выключается дозор в нужные моменты для них так ну не знаю ответил я вам вопрос не ответил какие еще вопросы есть 16 человек у нас сейчас в эфире хотелось бы услышать вопросы может кинуть предложение вчера мы ходили в магазин вот мне там написали в комментариях что типа позовите меня вы понимаете как бы смысла нету звать кого-то потому что мы достаточно быстро все там это сделали человек просто физически не успеет к нам приехать зная что мы там в каком-то магазине мы с денисом были ну сколько там может минут 15 максимум да то есть мы зашли сразу же нашли просрочку сразу ее предъявили на кассу оплатили оформили исковое заявление вручили все ушли пошли в другой магазин то есть еще такой момент многие тоже пишут в комментариях там то там то где вы были опять торгуют просрочка опять там что-то не упаковано и тому подобное вот я пытаюсь до людей донести что вы поймите что ну мы мы не можем за каждым скажем так следить из-за каждого решать какие-то проблемы человек в первую очередь сам оценивает как с ним обращаются в магазинах продавцы и тому подобное если вы позволяете себя так чтобы с вами вели если вы позволяете продавать просрочку то есть вы увидели просрочку развернулись и ушли не сделали замечания ну это значит ну вас все устраивает я это так воспринимаю поэтому надеяться что придет дядя и за вас решит все проблемы это неправильно не стесняйтесь сделайте примерно то же самое что и мы другими способами мы где-то ведем себя специально провокационно специально для того чтобы придать резонанс этому другие люди ведут себя по-другому кто-то там просто тихонечко подойдет я тоже надо бывает на кассе подхожу говорю у вас там просрочка то-то то-то то есть молча даже не придавая никакого назначения все без проблем убирает ну по крайней мере я я не не встречал каких-то противодействий в отношении меня если я кому-то делаю замечание что там-то там-то просрочку убирают сразу же при этом я не включаю камеры ничего такого не делаю здравствуйте когда видео с пятью осужденными постараюсь на этой неделе сделать постараюсь сделать там просто очень большой объем для того чтобы это было скажем так удобно слушать я сделаю нарезки сначала один это подсудимый говорит последнее слово значит в прениях участвует ну вот разбить на такие моменты потому что иначе тяжело слушать выложу очень много нам полезной информации так это в отсутствие видите водителя записали от подписи отказался протокол так в руки и не дали следов следом оставили заявление под куст но само заявление пропало но видеозапись есть суде 12 8 до пропадает все специально все это химичит я говорю сейчас идет такой беспредел что просто менты делают все что хотят и судей просто такое ощущение что это одна и та же структура которая просто крышует ментов у меня других просто впечатлений нету этих судах они все делают так чтобы оправдать ментов их вот эту безалаберность вот это вот фальсификацию я другими словами не могу называть когда якобы там что-то пропадает то ничего не пропадает поэтому ваша задача именно фиксировать доказывать свою невиновность у нас в теории конечно презумпция невиновности мы не должны доказывать свою невиновность но к сожалению вот нам приходится доказывать что что не верблюд поэтому ну в вашем деле нужно конкретно смотреть что чего и как вот если вы из мурманска то свяжитесь самой посмотрим эту ситуацию но опять же расчет на то что вы сложите ручки вы проиграете в суде первой инстанции а вероятность как я сказал 99 процентов 99 процентов вы проиграете даже у вас будут доказательства даже будет очевидно что что-то там незаконно плевать просто плевать ну далеко ходить не надо вот судья выносит решение о том чтобы меня наказать за неисполнение решения это распоряжение суди не вести видеозапись в деле нет ни одного доказательства видеозаписи которые они ссылаются с канала у меня скачаны там же видно что я ничего не снимаю что снимается со стороны что у меня в руках нету ни камеры ничего ну просто производится видеофиксация более того есть определенный порядок когда дело ну дело понятно что рассматривается с участием но протокол должен составляться с лицом которое привлекается к административной ответственности и если лицо не было приглашено на составление протокола либо это сделано было ненадлежащим образом то протокол не имеет юридической силы и это очевидно так вот на мой взгляд Кузнецова вынося вот мировая судья которая завтра будет рассматривать дело по спицину по 1226 на мой взгляд она вынесла заведомо неправосудное решение почему потому что она в своем же постановлении пишет о том что мне не было надлежащим образом вручено фиксирует сами обстоятельства но делает вывод абсолютно противоположный то есть я пришел на почту получил извещение о том что меня приглашают прийти на составление протокола но когда я посмотрел когда я получил там была дата которая уже прошла то есть меня известили не вовремя не вовремя без учета времени необходимого для того чтобы я получил письмо ознакомился имел возможность подготовиться и тому подобное то есть они не дождавшись того что я был извещен составили протокол в мое отсутствие и передали дело в суд а судья увидев это все просто проигнорировала в постановлении она это отразила но сделала вывод что я был извещен надлежащим то есть абсурдное противоречивое решение было естественно это решение подлежит отмене естественно но посмотрим как районный суд это рассмотрит денис ваша очередь выступить ой даже не знаю что мне это сказать вот этот последний ролик который был когда мы исковое заявление вручали очень много я так понял комментаторов было из магазина ну судя по тому что защищали просрочку что якобы мы там хамим и вот люди не понимают что работники которые что-то требуют от покупателей незаконно допустим представиться и тому подобное это и есть хамство когда человек говорит что вы с собой принесли там какую-то просрочку это виды хамства это вот ну для кого-то это может быть оскорбление вот допустим ну предполагается что человек порядочный если человек утверждает обратное это нужно доказать а когда так огульно говорить что вы принесли с собой это неправильно так не должно быть так это в чувашской республике было еще в мае пока в мировом суде еще дело угу ну говорю надо дождаться решения мирового судьи я сразу хочу сказать что не все судьи плохие вот не все есть нормальные хорошие судьи есть ну у нас почему то все идет к тому что все хуже и хуже вот то что касается сотрудников полиции я сейчас прямо говорю я не вижу я не вижу хороших сотрудников полиции я не вижу раньше я говорил что есть там хорошие есть плохие там кого-то больше кого-то меньше сейчас я прямо говорю нет хороших сотрудников полиции их просто быть не может ни с моральной точки зрения ни с точки зрения грамотности нету докажите обратное Покажите мне нормального, адекватного сотрудника полиции, который все сделает как положено. Все как положено. По закону. Вот даже далеко ходить не надо. Вот когда я был в Мурманском областном суде, я там кипиш небольшой сделал в связи с тем, что мне запретили производить видеофиксации, условно говоря, стендов. Понятно, что я выдумал всю эту историю, скажем так, для того, чтобы проверить и посмотреть на реакцию судебных приставов, как они будут себя вести, как будут вести себя сотрудники аппарата суда, вообще, что будет происходить. Приехали сотрудники полиции, да, вежливые, корректные, все, но они так себя общают, так себя вели именно со мной, потому что они знали. Они еще когда только заходили, сразу же, увидев меня, там, здравствуйте, Владимир Владимирович и тому подобное. Но сказать, что это хорошие сотрудники, только потому, что они себя так ведут, скажем так, вежливо со мной, подчеркиваю, со мной, потому что они знают, кто я такой. И какие последствия могут быть, ну, в плане, как я их могу выставить на всеобщее обозрение. Можно сказать, что они хорошие, руки там не заламывали и тому подобное. Ну, вот заполняет он эти объяснения, и он не может даже, даже разъяснить мне права. Я ему в итоге разъясняю права, там кто-то подметил, да, что подколол, условно говоря, говорю, ну, тогда распишитесь. Я сотруднику полиции говорю, распишитесь в объяснениях, что я вам разъяснил права. То есть, не мне разъяснили права, я должен расписаться, а я сотруднику полиции разъяснил ему свои права, там, по 17.9, задачу ложных объяснений. Сказать что-то хорошее сотрудники полиции нельзя. Ну, слава богу, что сотрудники полиции уже поняли о том, что судебные приставы не могут их не пускать в здание суда. Даже если они с пистолетами. Ну, я знаю, почему это произошло. Денис мне рассказал, да, Денис? Расскажешь, почему это произошло? Какой кипиш там был после этого ролика? Сейчас больше 400 тысяч просмотров вот этого сотрудника службы судебных приставов. Ролик называется «Гусь свиньи, не товарищ». Вот этот молодой, как сказать, ну, чтобы не ругаясь, глупый, на мой взгляд, сотрудник. Не пустил в суд сотрудников полиции. Только потому, что у них при себе табельное оружие, которое они обязаны иметь при себе. Они выезжают на место совершения преступлений и тому подобное. Это не посетители суда. Это правоохранительные органы, которые следят за порядком. В том числе, если произойдет преступление в здании суда, они туда приедут. С пистолетом и тому подобное. Если нужно, положат, арестуют, задержат сотрудников службы судебных приставов. Так вот, после вот этого ролика я так понял, что был очень большой разбор среди сотрудников полиции. Я так понимаю, этим сотрудникам полиции досталось за их некомпетентность, как девочек держали у входа у суда. Да, Денис, так было или нет? Да, да я даже сегодня... У меня соседи, ДПСники, я вот рассказал. Ну, они подписаны на канал, но не смотрели данное видео. Я ему рассказал, он говорит, что в соответствии с федеральным законом в любое время дня и ночи они обязаны... Ну, то есть полицейские, они обязаны пропускать куда угодно абсолютно имеют право за этих полицейских. Он говорит, это вообще анонсес такой... Да все в шоке, такого быть не может. А да, я видео отправил одному из высших чинов в УВД, и он сказал, что был серьезный разбор такой, полет, вот так сказать. Что это, ну, неприемлемо, просто неприемлемо. Так, в том-то и дело, Денис, вот как можно уважать этих сотрудников полиции? Как? Как? Да, они, в принципе, ничего плохого не делали, но они не делали ничего хорошего. Как можно уважать сотрудников полиции, когда подана уже неоднократно куча заявлений, там, допустим, про хищение какого-то имущества? Ни ответов, ни приветов, нет ничего. То есть сотрудники полиции не работают вообще. То есть судить о сотруднике полиции, что он хороший только потому, что он не делает гадости, это абсолютно не показатель. Он должен в первую очередь делать свою работу. Сотрудники полиции не делают свою работу. Я вообще не понимаю, чем они там занимаются. Вот по поводу хищения. Мы когда были в магазине в последний раз, как раз там были полицейские. Я задал такой вопрос. Мне одна знакомая рассказала интересную историю. На Гагарина 25 сгорел магазин «Магнит». Его заколотили. И все обыватели прилижающих домов вскрыли магазин и оттуда вытаскивали все. Продукты какие-то остальные, овощи, лимонад, спиртное, элитное, обычное. Он мне говорит, да, действительно такое было. Я говорю, а почему полиция-то бездействует? Он говорит, не смогли найти собственника. Да, магазин сгорел. А собственника нет. Соответственно, бесхозное имущество. Здорово. Езжали даже машинами загружали. Машинами вывозили, спиртное. Все, что там находилось. Уже бомжи до того эти печи обнаглели. Уже там стали бухать в этом магазине, не жить там. В итоге еще раз спалили этот магазин. Все, пожалуйста. Вот открыт магазин, бери, что хочешь. А тебя не привлекают. А по какой-то херне сажают без заказателя. А тут вот, люди, при тебе выносят. Он говорит, а мы ничего сделать не можем. Классно? Так, Денис, вот это Вячеслав. Рассказывал историю, я в ней участвовал. Мы вместе с ним писали заявление в полиции. Я разговаривал, скажем так, с преступником. То есть, человек разместил на Авито объявление о том, что он занимается ремонтом компьютеров. К нему обратился Вячеслав. У него там ноутбук сломался. Этот товарищ пришел к нему домой. Вячеслава не было, а дочка отдала. Отдала ноутбук, там стоимостью 60 тысяч. И человек пропал. Все, пропал. Сначала какие-то там в переписке обещания, что да, да, ремонтирую, да, да, все сделал. Ну, просто оттягивал этот процесс. В итоге, все данные мы нашли его, пробили, кто такой, все, страницу ВКонтакте. Ну, все данные, телефоны, все, все, все. То есть, все, фотографию сотруднику полиции показывал. Вот товарищ, вот этот товарищ удерживает чужое имущество. По сути, его похитил обманным путем. То есть, там и мошенничество я усматриваю, как бы, потому что обманным путем, якобы под предлогом оказания услуг по ремонту этого ноутбука. Взял его себе и в итоге, где, где ноутбук? Нет ничего, нету ничего абсолютно. Все данные есть. Прошло, по-моему, уже полгода, ничего нету. Ни ответа, ни привета. Хотя, я знаю, раньше сотрудники полиции решали, это очень просто, а не просто вот, ну, телефон известен, можно перезвонить, сказать, у тебя есть, условно говоря, час, чтобы через час ноутбук был у владельца, у собственника. Если нет, пеняй сам на себя. Так должно решаться. Потому что, если человек не имел умысла на хищение, он, естественно, его вернет. Этот ноутбук. А если он его уже на запчасти, там, кому-то продал и тому подобное, то понятно, что он и не собирался его никому возвращать. А это уже хищение. Причем, с элементами мошенничества. Ну, вот я говорю, что ничего не произошло, ничего не произошло. Установленное лицо. Обстоятельства все известны. Сотрудники не работают, ничего не делают. Это то, что касается сотрудников полиции. А то, что касается судей, вот, сейчас будем все постепенно наблюдать в моих роликах, что из себя представляют эти судьи. Я многие видео не выкладываю, вот, даже вот эта судья Маслова. Я посмотрим, как она будет себя вести. В одном судебном заседании она мне разрешила вести видеосъемку. Но я просто ее заставил. Она была... Было какое-то судебное заседание, и она временно участвовала в процессе, потому что основной судья, там, ну, в отпуске, может, или там заболел, короче, на какой-то промежуток времени. И на мое ходатайство о том, что я хочу ввести видеозапись, она сказала, ну, вы потом подадите, когда будет другое судебное заседание. А сейчас, как бы, мы уже заканчиваем. Она там уже практически хотела огласить дату, когда будет следующее судебное заседание. Но я настоял на том, чтобы она разрешила это ходатайство здесь и сейчас. И она, понимая, что я ее провоцирую, она согласилась. Она вынесла решение о разрешении введения видеозаписи. Естественно, я быстренько хватаю телефон и включаю, и начинаю снимать. То есть я буквально снимал там, ну, не знаю, минута максимум. Она дальше объявила о том, что, как бы, это следующее судебное заседание такого-то, такого-то числа, там, то-то, то-то. Но сам факт, что она, во-первых, разрешила, дает основание мне потом в следующем судебном заседании, говоря ей в лицо, говорить о том, что, ну, а почему вы себя так двояко ведете? То можно, то нельзя. Ну, и этот ролик не выкладывал, не стал ничего делать, дал ей, скажем так, фору. Посмотреть хочу, как она будет себя вести в следующем судебном заседании, там, в другом деле, не важно. И если она мне запретит, а я обязательно заявлю такое ходатайство в видеофиксации, вот она наверняка, может быть, услышит мой вот этот вот диалог, скажем так. Обязательно заявлю ходатайство. И посмотрю на ее реакцию. Если запретит, тогда я тот кусочек смонтирую с новым ее запретом и посмотрим, как она себя будет чувствовать в какой-то релке. Потому что, на мой взгляд, показывая вот эти вот действия судей, я, ну, не позорю их, они сами себя позорят. Я просто фиксирую это и доношу до людей. Обвинить меня в том, что я там как-то в отношении судей плохо себя веду, нельзя. Я ничего плохого, незаконного не делаю. Максимум я где-то могу высказать свое мнение в корректной форме. Ведите себя достойно и будет вам только уважение. Так, если судья уходит в отпуск, и дело передано другому судье, и о судьи, в деле должно быть определение, что судья уполномочен другому судью, рассматривая дело, или что тот в этом, что-то в этом роде. Ну, типа так написано. На эту тему есть все четко прописано. В законах, на самом деле, все четко прописано. Все случаи прописаны. Бывают ситуации, когда, на самом деле, судья, который рассматривал дело по тем или иным причинам, не может продолжить рассмотрение дела. Заболел там, уволился, ушел в отставку, там, ну, все что угодно. В отпуск попал. Закон допускает менять состав судей. Допускает. Но для этого дело должно рассматриваться с самого начала. Это очень важный момент. То есть, должно быть законное основание для того, чтобы поменять судью. Не просто так вот, один рассматривал, а потом раз, другой начал ни с того ни сего рассматривать. Пускай даже и с самого начала. А этот судья при этом, как бы, ну, остался в суде, работает, мы его видим, как бы, так делать нельзя. Потому что дела судьям распределяются автоматически для того, чтобы исключить вот эту составляющую, чтобы какое-то конкретное дело передавать какому-то конкретному судью. Ну, то есть, вот эту подкупность, там, коррупцию исключить, чтобы. Поэтому, если и дело и попадает к какому-то судье, то должны быть на то основания. Первый момент. Но если другой судья начинает рассматривать дело по существу, соответственно, он рассматривает с самого начала. То есть, заново допрашиваются свидетели. Ну, все абсолютно с самого начала. Но, какие-то маленькие процессуальные вопросы судья может решать без этого. Ну, допустим, вынести какое-то там определение о привлечении третьих лиц и тому подобное. То есть, какие-то процессуальные моменты, не связанные со смотрением дела по существу. Ну, как вот и было в данном случае. Так, подскажите, пожалуйста, а если я с магазина заберу неоплаченный, в скобочках, просроченный товар, но попытаюсь под видео его настойчиво оплатить. Ну, вы, по сути, рассказываете мою историю, за которую мне осудили. На мой взгляд, здесь абсолютно нету состава преступления. Но суды считают иначе. Я считаю, что это незаконно. Я это докажу рано или поздно через Верховный суд. Почему здесь нету состава хищения? Что такое хищение? Это умышленное, скажем так, умышленное изъятие чужого имущества в свою пользу, либо в пользу других лиц. И самый важный момент с корыстной целью. И этим преступлением должен быть причинен ущерб. Значит, то есть товар должен обладать определенной стоимостью. Покупательской, потребительской, какую-то стоимость иметь. Просроченный товар, он не имеет стоимость. Его стоимость ноль. То есть, по этому моменту это не может быть преступлением, потому что нету основного, ну, главного признака, как причинение вреда. Первый момент. Второй момент. Должен быть умысел на обогащение. То есть, скажем так, корысть. Должна быть корысть. Соответственно, если человек предлагает, требует, пытается оплатить этот товар, а у него по каким-то причинам деньги не берут, это доказывает, что у него нету умысла. Но даже если он оставит деньги на кассе, ну, предположим, у него есть бездачи, ну, либо там не бездачи, а оставит там большую сумму и тому подобное, это все равно не гарантирует то, что его не обвинят в том, в чем вот обвиняют иногда людей, за то, что они взяли просрочку, не оплатив, вынесли из магазина, хотя предлагали взять деньги за это дело. Ну, то есть, такая ситуация была не только со мной. Единственная, в чем проблема была, в том, что я сообщил о данном правонарушении с сотрудником полиции, но вышел за пределы магазина. За пределы. То есть, у них какая-то в голове виртуальная там линия, которую якобы ты пересек, и все, с этого момента ты преступник. Если ты эту линию не пересек, то есть, если ты находишься в магазине, то ты еще не преступник. То есть, у меня были такие ситуации, я как бы вызывал сотрудников полиции, не выходя из магазина, сотрудники полиции приезжали, и меня, скажем так, увозили из этого масочного режима, с неоплаченным товаром. То есть, сами сотрудники полиции меня доставляли в отдел полиции, там я писал заявление на сотрудников полиции, на то, что они превысили полномочия, и, соответственно, сразу же они меня отпускали. Там порой даже без составления каких-либо протоколов. И все, товар остался у меня неоплаченный. Я на следующий день приходил в этот магазин и пытался им объяснить, что вы поймите, если вы будете опять таким образом мне отказывать в приобретении товара, я повторю эту процедуру еще раз и буду ее неоднократно повторять. В итоге, ну, 99% магазинов понимали, о чем я говорю, и мне больше никогда не отказывали. Единственная загвоздка произошла с магазином «Окей». Там, не знаю, какой-то отмороженный руководитель или вот что это за чмо, которое там существовало, я думаю, что он меня услышит, потому что я думаю, что это чмо и конченое существо, которое, вопреки здравому смыслу, творило вот эти вещи. Они сделали заведомо ложный донос о том, что я у них что-то похитил. Во-первых, я ничего не похищал. Это вот как бы сейчас возвращаемся к тому уголовному делу. Самый важный момент. Меня обвинили в двух хищениях. Это в один и тот же день, но в разное время. То есть, в первый день я пришел, взял две пачки просроченного творога, ну то есть, чтобы, скажем так, снять видеоролик. Либо мне продали бы просрочку, да, и как бы был бы ролик про просрочку. Либо мне отказали бы в приеме денег, был бы ролик про отказ в приеме денег. Вот второй сценарий сработал. Пришел я туда по просьбе людей, которые попросили меня, так сказать, объяснить этому магазину, что нельзя отказывать, если у человека нет маски. Вот, это первый момент. Как бы, во-первых, товар не имел никакую стоимость. Во-вторых, как бы, я не отказывался от оплаты, настаивал на оплату, сразу сообщил в полицию. Ладно, этот момент проехали. Но есть еще и второй эпизод. Это вечером, я уже когда зашел просто в магазин, со своим пакетом, ну там, супругой мы были, я предъявил на кассу товар, который был куплен в другом магазине. Мною и супругой. Вместе мы покупали, я даже указывал, какие адреса, где, чего, какой товар был куплен. В итоге, я просто, так сказать, снял вторую серию. Я из пакета выложил в корзинку товар, не проходя в торговый зал, я там даже не был. Все, просто на кассе взял корзинку, высыпал туда товар и подошел на кассу, предъявил его на оплату. Так, меня посадили за то, и обвинили меня в том, что я совершил хищение из этого магазина, хотя я в этом магазине ничего не брал. Я предъявил свой товар, купленный на кассе. Более того, я требовал, ну, понятно, что я все это снимал, видеоролик, просил, чтобы приняли у меня оплату. Меня не пропикивали ничего, сказали идти на инфопункт. Когда я пошел на инфопункт, ко мне подбежал охранник Козлов и начал от меня, у меня отбирать этот пакет. В итоге он его порвал. Это все происходило на глазах моей супруги. При этом, по моей просьбе, мы еще находились когда в магазине, мы вызвали сотрудников полиции. Я никуда не убегал, ничего это не было. Подошли сотрудники, мы с ними побеседовали, потом мы поехали в отдел полиции. Все, все нормально было. И потом, через какое-то время, на меня возбуждает уголовное дело, что якобы я похитил чужое имущество. Причем, квалифицирует по части второй, о том, что я применил физическую силу. Хотя на видео все четко видно, что я вообще никак не применяю силу. Да я и не могу ее применить. Во-первых, у меня в одной руке телефон, я снимаю, веду непрерывную видеозапись. В другой руке у меня пакет. И этот охранник Козлов применяет ко мне физическую силу. Обнимает там вот эти вот непристойности. У меня противно было, конечно, вот это в этом все участвовать. Но, как говорится, видеоролик требует жертв. Вот, в итоге, получается, его применение силой ко мне, они страктовали, что якобы я применил к нему силу. Там такой чел двухметровый, да, я по сравнению с ним, как гномик. На видео это видно. Это первый момент. Второй момент. Это товар мой. Я, когда дело рассматривалось на предварительном следствии, я заявил Кодатайста. Так вы возьмите это видеозапись с камер видеонаблюдения. Покажите, где я что-то беру с прилавка. Ну, хоть что-то. То есть, они, опять же, обвинили человека только на предположениях. Только вот на... Да они знали, что я ничего не брал. Они мне прямо в глаза это говорили. Просто поступил какой-то заказ. Они просто решили меня посадить. Ну, видимо, чтобы я не ходил в магазины и не делал вот эти ролики о том, что, как говорится, не имеют права отказывать в приеме оплаты. Ну, вот, как здесь комментировать? Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет. Да, это незаконно, но не рекомендую повторять то, что вы видите, то, что делаю я в определенных роликах. Это может позволить себе не каждый. Это могу себе позволить я, потому что я осознанно шел на это, я осознанно провоцировал данную ситуацию, я осознанно хотел через суд доказать незаконность, отсутствие умысла у человека, который, скажем так, не оплатив товар, уходит из магазина в случае, если отказа. Потому что я на самом деле здесь усматриваю именно нарушение со стороны продавца, именно кассира. Потому что я всегда им говорил, и никто мне за все это время ни разу не показал внутренний приказ о том, чтобы им запрещали оплачивать. Либо решение суда, где магазин наказали за то, что кто-то там обслужил покупателя, у которого нет маски. То есть на словах это все рассказывалось, а в итоге в жизни этого нет. То есть люди зомбированы вот этими зомбоящиками и ведут себя соответствующим образом. вот, поэтому лучше не повторять. Вот. Будем надеяться, что я докажу, что все это было незаконно. Но это будет очень сложно и очень долго. Так. Ну вот, будет ли это считаться хищением, если есть ли тонкости в этом? Конечно, нет, это не хищение. Это не хищение. Тонкости здесь очень простые. Читаем приложение к статье о краже, там написано, что такое хищение. И вот смотрим разъяснение Верховного суда, там все четко написано. Если человек без умысла что-то берет, то это не может квалифицироваться как хищение. Максимум как самоуправство. Но оно и не могло быть самоуправством. Почему? Потому что, ну, с точки зрения уголовного законодательства. Потому что, чтобы была 330-я статья уголовного кодекса, там должна быть определенная сумма ущерба. Меня же по первому эпизоду там 200 с чем-то рублей оценили вот эти две пачки просроченного творога. Ну, они, естественно, говорили, что она не просроченная. Они же не изъяли у меня этот творог, который у меня неделю валялся на подоконнике. Потом, соответственно, супруга его просто выкинула. Потому что, ну что он там будет тухнуть? То есть, я сотрудникам сделал заявление. Они должны были прийти, составить соответствующее, взять у меня объяснение, составить соответствующий протокол по самоуправству со стороны кассира, по 14.8 КОАП привлечь за отказ в обслуживании покупателей. Но никто этого ничего не делал. Потому что у нас такие менты. Вот, поэтому я их и не уважаю. Потому что нету там нормальных работников, сотрудников и тому подобное. Но это я возвращаюсь к тому, что нету нормальных ментов. Так, привет с Урала. Да, Сергей, привет. Спасибо огромное за застойное разъяснение. Так, какой вы умничка. Блин, я еще легко отделалась. Меня за ручки пытались посадить. Ну, вы поймите, что да, я себя веду именно провокационно. У меня и в Ютубе, если вы почитаете о канале, что я специально эту ситуацию делаю, утрирую ее. Не повторяйте так, как делаю я. Если делаете, как я, то будьте готовы на то, что вам придется столкнуться с несправедливостью, с беспределом и потратить много времени и сил себя защищать. Вы пишите, я уже повторила это и чуть не села. Ну, нужен прецедент. Почему не хотят довести дело до логического конца, где я выиграю это дело? Потому что закончится это очень серьезно для тех людей, которые в этом участвовали. Потому что, на мой взгляд, здесь должны сесть очень много людей. Начиная от кассира, руководства магазина, охранника, следователя, прокурора, судьи. Все они должны понести именно уголовную ответственность. Потому что они, по сути, обвинили абсолютно невиновного человека в том, что он не совершал. В его действиях абсолютно нет никаких составов какого-либо преступления. Но вопреки вот этому здравому смыслу, вот этому разуму, юридическим моментам, они просто игнорируют все. Они даже не удосужились доказывать то, что я фактически что-то взял в магазине. Им этого не надо. Они посчитали, раз ты на кассу что-то предъявляешь, значит ты взял в этом магазине. Но логика железная. А то, что я веду такую деятельность, что у меня есть ютуб-канал, что я провоцирую то, что я снимаю видеоролики, они это просто проигнорировали. Ну как так? Не знаю, когда вот всегда по телевизору показывали, там допустим раньше, когда я видел. Всегда показывают, как человек с прилавка берет, там в штаны прячет, там куда-то прячет. То есть фиксируется сам факт изъятия этого имущества. А здесь просто, ну человек сам снимает на кассу, как он выкладывает свой товар. Ну с вашей точки он не ваш товар. Так не должно быть. Люди зачастую даже не читали Конституцию ни разу и не знают своих базовых правил. То, что касается людей. Я сегодня посмотрел очень крутой ролик. Очень крутой. Я у себя на странице ВКонтакте его выложил. Обязательно послушайте. Там не видео, там просто человек рассуждает. Я, возможно, и здесь его выложу. Очень умные вещи сказаны. Послушайте его. К сожалению, большинство у нас всегда будет вот этими людьми, которые не читают Конституцию, которые выполняют вот эти незаконные приказы, которые, ну, чьими руками творят вот этот беспредел. Потому что если бы не было этих людей, не было бы вот этой власти, ну не то, что незаконной, ну не было бы вот этого беспредела. К сожалению, мы сами своими руками все это делаем. И благодаря тому, что мы до такой степени безграмотные, все это и происходит. И там вот сказано, на самом деле, я с этим полностью согласен, что вот эти 5% нормальных людей, к которым я себя отношу, которые все-таки защищают свои интересы, свое достоинство, свои взгляды, свои принципы, там как-то чем-то интересуется, развивается и тому подобное. Вот этих 5% настолько много и достаточно, чтобы вот эту основную массу заставить себя бояться. Но это нужно делать вовремя и правильно. Потому что если этого не сделать, то вот эта толпа придет тебя, арестует, посадит, расстреляет и тому подобное. Обязательно послушайте этот аудиоролик. Так. Это очень страшно тем, что какие еще полицаи попадутся. Здесь вопрос, на мой взгляд, не столько в полицаях, сколько в том, насколько ты неугоден. Потому что, ну, вряд ли бы в отношении другого человека, допустим, не меня возбудили бы уголовное дело. Ну и другой бы человек наверняка на моем месте бы себя так не повел. Ну вот мне даже адвокат говорил, который присутствовал в Санкт-Петербурге на рассмотрении моей касационной жалобы, он так и сказал, что в принципе оставили силы, потому что они боятся меня. Он прямо так и сказал, они боятся меня. Судьи боятся меня. Не как человека, а именно как то, что я делаю, то, что я транслирую для основных масс. Это, скажем так, с их точки зрения очень вредно. Вредную информацию довожу до людей, потому что люди начинают задумываться, начинают думать. Потому что был бы обычный человек, ну, с точки зрения, который не ведет вот эту деятельность, конечно бы отменили приговор бы, оправдали там, понятно все, да и даже дело бы не возбуждалось, его просто бы не было уголовного. А я за ручки чуть больше 2500 вынесла капиллярные, одни 1500 стоили, а другие 900. Ну, понятно. Можно ли как-то привлечь охранника за требование открыть коробку? Нашу в кафе коробки и иногда прибегает охранник. Смотрите, то, что касается охранников. В наше неправовое время беспредел, о чем я сказал, что полиция не будет работать, она ничего не делает, ничего не делает, никто не будет охранников наказывать и тому подобное, потому что люди не знают законов и тому подобное. Ведите себя по-другому. Спасение утопающего это дело самого утопающего. Вот я на самом деле очень хочу, чтобы какой-то охранник на меня среагировал так, как вот некоторые охранники реагируют на других блогеров и тому подобное, там посетителей, покупателей и тому подобное. Но они не делают этого, потому что, возможно, я своей манерой поведения, небоязни, уверенностью и тому подобное даю им понять, что вы не можете себя так вести со мной. С юридической точки зрения охранник он никто. Он не имеет права досмота и тому подобное. Вы просто не замечаете этого человека, условно говоря, делайте, ну вот я вам скажу, как бы сделал я. Если бы охранник какой-то ко мне потянул руки, я бы сделал так, чтобы он, возможно, нечаянно меня ударил. Ну, не ударил, а я, возможно, бы ударился от него. Ну, я бы спровоцировал так, чтобы он начал на меня проявлять агрессию. Только ради того, чтобы, я выражусь, эту мразь поставить на место. Только ради этого. Потому что вот эти товарищи, которые заламывают руки ребенку, который там шоколадку украл, там позвоночник ломает за то, что он на велосипеде по магазину проехался. Это конченые мрази. Вот я хочу, чтобы вот этот вот человек, который может только на слабых поднимать руку, чтобы он поднял руку на меня. Я не сильный. Не сильный, нет. Но мне хватит, скажем так, напору и желание ему ответить таким образом, что он будет бояться. Он, когда меня увидит, он будет ссаться под себя. Поэтому я вам говорю, ведите себя таким образом, чтобы вас боялись. Вот это быдло должно бояться. Им объяснять что-то бесполезно. Рассказывать им про законы, про законодательство. Нет в этом резона и смысла. Они должны просто бояться. Тупо бояться. Денис, ты со мной согласен или нет? Конечно, согласен. Я вот просто хочу до людей довести. Поймите, что в каждом человеке заложен инстинкт под названием страх. Даже самый здоровый амбал, качок, как угодно, он боится. Любой человек в душе настолько ребенок, настолько он труслив, что им можно манипулировать. Человек, который видит напротив себя силу, уверенность, он готов подчиняться. показывайте себя, что вы человек, который ничего не боится. Просто делайте то, что считаете нужным. И вы, поверьте мне, никто вас не будет ограничивать, заставлять что-то делать, если вы этого не захотите. Никто. Естественно, ведите себя корректно в какой-то степени. Не надо кого-то матом посылать и тому подобное. Но если вы чувствуете в отношении себя агрессию, сделайте так, чтобы человек потом пожалел об этом. Сразу хочу сказать, что, ребята, всем советую при себе иметь струйный перцовый баллончик. Это на случай, если вдруг этот охранник начнет хватать вас за рукава, еще что-то и тому подобное. Не стесняйтесь, вам за это ничего не будет. Пшикните, он не умрет от этого, просто он поймет, что не надо себя так вести. Так, ну ладно, думаю, на этот вопрос я ответил. Владимир, вообще охранники вообще не вправе даже что-либо проверять. А как у нас было в ОКЕЕ, мы последний раз, когда сняли просрочки более чем на 100 тысяч, я попросил Росгвардейца, чтобы он проверил документы у этого охранника. И выяснилось, что он даже не охранник, он просто контролер. И он говорит, на каком основании, то есть, Росгвардеец, говорит там, охранник, на каком основании вы вообще к людям подходите. Контролер, это вообще никто там, обычный посетитель. Поэтому порой смотришь, подходит сумку покажите, показывает. Ну вот не надо вести себя как статуя. Ну, Денис, я об этом и говорю, что люди сами позволяют с собой так обращаться. Вот человеку не запретить подходить кому-то и что-то говорить. Вот охранник, он может ко мне подойти, я не могу ему запретить ко мне не подходить. Он даже может у меня спросить, он может сказать, там, или потребовать, там сказать, откройте сумку. Вопрос не в том, что делает он, а в том, что делаю я, как я на это реагирую. Вопрос только в этом. Я же могу просто, ну, ну, мебель, мебель, это понимаете, мебель, интерьер. Вы что думаете, я буду на него смотреть, там, как на него реагировать? Вот очень хороший пример. Когда вот это вот была, как она называлась, кюркоды, вот этот дебилизм, когда это было, я когда заходил в магазин, вы понимаете, стояла вот эта очередь, ну, я прямо скажу, баранов. Там все возрасты, молодые, пожилые, солидные, в костюмах, и там, и, и, но я смотрю на них, вот, извиняюсь за выражение, это бараны, которые подставляли свой лоб охранникам, контролерам, которые там ему вот этим пистолетом там что-то пикали, не знаю, смотрели они там, не смотрели там, температуру, или что они там смотрели, я не знаю там, какие-то там, что-то, какие-то фигню показывали. Я просто проходил эту очередь, просто проходил возле этих охранников, просто проходил. Ну, кто-то там мог что-то там вякнуть мне в спину. Вы куда? Да я просто и шел, и все. Никто никогда меня не ограничивал в этом. Вы сами становитесь в эти очереди, вы сами себя ведете как быдло. Поэтому, ну, как, что я могу здесь, как бы, рассказать, посоветовать? Почувствуйте себя людьми, и все этого достаточно. Есть какая-то ответственность, когда охранник представляется полицейским. А что, есть такие случаи? Ну, я могу тоже представиться полицейскими, что дальше? Ну, у полицейского должна быть форма, должна быть удостоверение, как бы, значок должен быть. Полицейский, когда выходит на службу, там, следит за общественным порядком, он обязательно надевает значок, у него обязательно должно быть удостоверение, у него должна быть форма сотрудника полиции. Человек не может просто так, левый человек, одеть милицейскую форму, потому что это есть административная статья за это, или уголовная даже, я сейчас точно не знаю, но то, что есть статья, это точно. Нельзя вот так вот взять, одеть форму сотрудника полиции, тебе за это ничего не будет. А представиться можно кем угодно, я могу представиться. как бы тут фантазии трудно запретить. Так, я плакала, когда полицаи вам масочку на видео одевали плохо, а он масочку надену просто мрази. да, ну, это, скажем так, это вот тот случай, когда вот эти вот сотрудники полиции, ну, в частности, господин Мордасов, в себе чувствуют некую, не знаю, не власть, а некую причастность к власти. Вот они хотят выслужиться, они вот готовы вот на такие безобразия, что вот на них смотришь и думаешь, ты либо дебил, либо ты ребенок, либо ты настолько закомплексован, что вот мне даже жалко таких людей. Вот он себя считал героем, я уверен, что он и сейчас ходит и считает себя героем, а на самом деле его героинзм заключался в том, что он может показывать свою власть только в отношении тех людей, которым он может эту власть проявить, даже не проявить, а злоупотребить, там выломать руки женщины, там заломать, там я не знаю, там якобы неподчинение, там так называемую диссиденту, масочнику, там попытаться одеть маску, то есть это человек, который умственно неполноценный, отсталый, обижаться на него как бы мне нет оснований, почему? Потому что таких людей нужно жалеть, как можно обидеться на человека, который умственно неполноценный, я думаю, я до него так или иначе донес то, что я хотел, я знаю, что он никогда больше себя так вести, по крайней мере, со мной не будет, потому что это крайне было глупо с его стороны, рассказывать детали, что, чего и как и почему я не буду. То, что нужно было сделать, я сделал, я вам показал, насколько могут быть мразями сотрудники полиции. Как себя ведут начальники отдела полиции, которые перешагивают через человека, лежащего на полу в наручниках то есть это просто наглядный пример только и всего. На моем месте мог быть любой человек. И я вам сразу хочу сказать, что он не один такой. Очень много сотрудников полиции, которые будут себя вести точно так же, а еще и хуже. Поэтому еще раз повторюсь, все сотрудники полиции, которые там сейчас служат, ну, они работают, понятно, но которые должны служить, все они с моей точки зрения не заслуживают уважения. Потому что нормальных сотрудников полиции там просто не осталось. Все вот эти сериалы, кино и тому подобное, это все фейк. Там все совсем по-другому. там остались, на мой взгляд, отбросы общества. В принципе, они отражают наше общество. Кто в полиции, тот и вокруг нас живет. Для меня это было очень дико видеть вот эту всю ситуацию, дожить, я не знаю, до 40 лет и столкнуться с таким дебилизмом. Я когда жил еще в СССР и тому подобное, я себя в мыслях не мог представить, что вот эти бараны будут одевать вот эти тряпки себе на подбородок, которые не прикрывают ни органы дыхания, ничего, а просто на бороду одевают только для того, чтобы что-то показать, выражать. Ну, страх это, просто страх. Не знаю, я до сих пор не хочу это воспринимать. я понимаю, что это истина, это как бы не изменить то, что я этого раньше не видел, просто не было возможности этого наблюдать. Просто вот пришло время и эксперимент показал на самом деле, кто вокруг нас живет. Так. по поводу магазинов пятерочка, куда выходили? Там опять все по-старому. Выпечка без всего. Кнеповича, Чайка на пяти углах, а в магните на морской вообще ухода с пола выпечку продают. Ну, я уже говорил в самом начале на эту тему, ну, поймите, что вам нужно самостоятельно, если вас что-то не устраивает, возмущаться, условно говоря, и тому подобное. Мы с Денисом это делаем не с целью по большому счету там какого-то конкретного человека спасти от какой-то просрочки, но по большому счету мне вот ну все равно параллельно. Я вам так скажу, у меня даже была мысль и у меня, и у Дениса на листочке их написать там на формат А4 и подойти к этим лоткам с хлебом, вот этим кормушкам, с свиным корытом и прям написать и приклеить скотчем, что хлеб для свиней и рядышком встать и посмотреть, поснимать на видео, как люди на это будут реагировать. Прочитав вот эту надпись, что хлеб для свиней бесплатно, будут они брать его или нет? Или все-таки задумаются хоть что-то, как-то, потому что бесполезно. вы понимаете, что у нас всего 20 человека и мы не можем все магазины заставить работать так, как положено. Это должны делать вы, покупатели в первую очередь. Но если вас все устраивает, если вас все устраивает, вот вы видите, хлеб лежит, вы берете его, вы берете его, голыми руками берете, кто-то перебирает, не все, я не говорю, что все. Нет, конечно, не все, кто-то щипчиками пользуется, непонятно тоже, кто их до вас лапал. Поэтому, когда вы, условно говоря, жалуетесь на то, что там-то, там-то, опять то же самое, ну мы можем туда прийти, ну хорошо, нагнем их там, снимем видеоролик, там, как-то накажем, но потом произойдет все то же самое через неделю, через день, на следующий день, выйдем мы за дверь, опять выложат эти пончики, с пола поднимут и обратно выложат. Вы что думаете, такого не было? Да сколько раз мы вот это все грузили, и потом уезжали, и потом 100% это все выкладывалось на продажу, после наших рук и тому подобное. Я не верю, что это все было утилизировано. Я своими глазами наблюдал, когда люди брали эти, не знаю там, булочки в глазури, они прилипали к рукам, ну там бабушка, дедушка это все делали, просто они не видели, ну они не могли понять, они на вид вроде как блестит, как будто в салафане, берет, руки прилипают, только по сторонам оглядываются, ну типа никто не видит, типа что вот раз, такая булочку положила обратно, и такая раз, раз, быстренько удалилась. Вы очень многого не видите, вы не понимаете, что вот эти орешки, которые там уже почищены лежат, что когда свет выключается, когда там магазин закрывается, или когда мало покупателей, как крысы там бегают, как они там мочатся в эту парашу, понимаете? А вы потом это берете, детям даете. Да, кто-то кричит, я типа мою орешки, там все такое, ну мойте, мойте. Подстраивайтесь под эти тухлопритоны. Пора возобновить рейды снова. Ну пора-то, может быть и пора. Но все это нужно время, а время, как известно, это деньги. Даже аборигены и тот сивильнее себя ведут, чем многие люди. Бабушки по скидке берут, увы, пенсия маленькая, а они готовы и просрочку по скидке покупать. Ну так оно и есть. Денис, ты здесь? Да я-то здесь, по поводу того, что маленькие пенсии. У кого маленькие пенсии? У них пенсии побольше, чем у нас зарплаты. Маленькие пенсии. Все, отговорки, маленькие пенсии, когда нету, да как нету выхода, всегда есть выход. А что пенсионеры брать? Заходят нормальные, взрослые люди и хорошо одеты, берут это дерьмо. Мы, кстати, с тобой, когда были, ездили, заезжали, пятерочку после магнита, там подошел военный, я ему говорю, вы не брезгуйте? Он говорит, нет. Я говорю, мыши бегают, бич, извините, между ног поковырялся, булочку помацал. Он сказал, спасибо, я об этом не задумывался, и он не стал брать. Потом подошел, спросил название канала, и потом еще несколько раз подошел, сказал спасибо. Люди просто не задумываются по меньшинству. Вот это говно едят. Так вот это все отговорки пенсии маленькие. Да люди и так воспитаны. Это понятно, Денис, с этим согласен. Но есть и другая категория людей, у которых на самом деле очень мало денег, они реально пытаются выжить. Для них это возможность где-то подешевле что-то купить, где-то выбрать их просрочки, которые там выкидывают. Ну, ты же сам прекрасно видел кучу роликов на тему, когда магазин выбрасывает там какую-то просрочку, какие там драки идут за эту просрочку. Ну, спрос есть на этот товар, в кавычках. Он продает, на рынках продается, на рынках продается, да, с небольшим истекшим сроком годности, там, день, ну, максимум два. За маленькие деньги продаются, люди покупают, потому что людям нужно жить. здесь другой момент. Если вы торгуете, так сказать, со скидкой, то, ну, как-то законодательно это должно быть закреплено, либо как-то нормы должны быть смягчены, ужесточены. Ведь не просто так вот это все придумано. Запреты. потому что на самом деле есть серьезные отравления. Это опасно. Это очень опасно. У одного человека один организм, у другого другой организм. У одного справится иммунитет, а другой человек, ну, там, ребенок, у которого слабый иммунитет, он съест, там, я не знаю, там, кусок курицы, там, йогурт, тому подобное. И все, он может такое жесткое отравление получить, что с летальным исходом это все будет. Но даже если и выживет, то все равно это очень неприятно. Не просто так эти все нормы придумали. Конечно, можно там нас обвинять в чем-то, что мы там хайпуем и тому подобное. Ну, не без этого, я вам честно скажу, не без этого. Для того, чтобы вещать на общую, на большую аудиторию, нужно иметь какую-то популярность. А людям нравится вот этот вот хайп, разборки и тому подобное. Я же там, допустим, начал что-то более-менее спокойное делать. Все начали сразу ой, да что там Мамаев изменился, что он такой, такой. Люди хотят вот этой вот жести, им надо что? Зрелище хлеба. Что им еще надо? Понятно, что не всем. так, Леся пишет, сейчас даже молоко не скисает. Опасно просрочку кушать, там даже натурального ничего нету. Да, я заметил, что продукты сейчас стали совсем другими. Совсем другими. все хлеб другое, молоко другое, все другое. Вот я сравниваю с тем временем, когда я как бы еще маленький был, скажем так, в юности. Все другое. Молоко не скисает, оно как какой-то какой-то делается непонятное, как слизь густое. Потому что выращивают как не знаю, все другое, некачественное. Некачественное. А если оно еще и просроченное, то это очень опасно есть. Самое интересное, что бывает очень часто покупаешь в сроках, в сроках покупаешь товар, а его есть невозможно, он уже испорченный, либо какой-то вкус имеет что-то не то. Поэтому иногда даже покупая в сроках не означает, что это качественный товар. Ну, возможно, хранится неправильно и тому подобное. Так, видела возле мусорного контейнера магнит гнилые выкидывает, гнилье выкидывает, а бабулька перебирает. Стыдно, так стало за народ. Мне тоже очень стыдно. Мне даже не столько стыдно. Я не знаю, у меня бывает так, что даже до слез пробивает, когда ты не буду, не хочу даже говорить об этом. Ну, жесть, короче. Это очень плохо дожить до такого возраста, до такого, что приходится попрошайничать. Попрошайничать. Я много раз видел бабулек, там старичков стоят возле магазина, просят. я вижу, это не алкоголики, нет, это не пьяни, они не на бутылку собирают. Ухоженный, все чистенький, все, все видно, но просто нету денег, не хватает пенсии, просто вот нету денег. Вот она, бабулька, не знаю, я там какой-то ролик выложил, на этот там, давнишний был ролик, ну, думаю, ладно, выложу. Когда мы с Денисом ходили, он там хлеб снимал, и бабулька в кадр попала, и вот мы с ней разговариваем. И она такая, вот эти монетки считает, вот у меня там сто рублей, вот там монетками, вот я в этот магазин не хожу, я хожу в этот, вот тот, это, там мы с ней купили, она там хлеба взяла, мой взяла, там что-то еще взяла. Я ее убедил, о том, что как бы, типа это акция от магазина, вот вам сейчас с баллами я оплачу, там вам платить ничего не надо. Довели страну, довели людей до этого нищеты. Вот я не хотел бы дожить до такой ситуации, когда мне будет столько лет, и мне придется попрошайничать. Вот не дай бог. Я надеюсь, что я до такого не доживу. Не хотелось бы, по крайней мере. Так. Очень часто условия хранения нарушены у магазинов, при чем это трудно доказуемо. Да что тут доказуемо? Не надо тут ничего доказывать. Не понравилось, пришли, вернули и потребовали деньги. Что тут доказывать? Сейчас я вам на самом деле скажу так. Магазины сейчас стараются уже исправляться. Я заметил, очень сильно изменилась политика вот этих больших магазинов, там, Перекресток, Пятерочка, Магнит. Меняется политика. Да, меняется. Но помимо этого должно меняться еще и отношение руководства к своим работникам. Потому что вот эти сети торговые зарабатывают очень большие деньги, миллиардные прибыли имеют. Но за счет чего? За счет то, что они экономят. Тут жалуются, нету работников, не хватает, там, того-то, того-то. Я понимаю, что они, многие работники это умышленно говорят, на самом деле там где-то хватает всего достаточно. Просто у них вот эта манта, которую они твердят, они думают, что вот это вот будет прокатывать все время. Но есть магазины, где на самом деле есть текучка, зарплата маленькая, кадров не хватает. Да, я могу это понять, но это претензия не к покупателям, это претензия к руководству магазина и выше. Не можете качественно торговать. Ну, закройте магазин, обеспечьте, научите персонал, наберите персонал, сделайте соответствующие зарплаты и откройтесь, и продавайте, ну, лицо покажите свое. даже среди магазинов магнит есть гадюшники, срачники, а есть нормальные магазины. И это не зависит от количества продавцов и тому подобное, это зависит от руководителя магазина, это зависит от отношения к работе. Я вот много приводил примеров, не хочу их сглазить, на театральном есть магазин магнит. Да, я зашел буквально недавно, это в августе было, покупал майонез, вот, если они не смотрят, услышат, они поймут, о чем я говорю. Вижу, вижу, что майонез просрочен, я подозвал, говорю, вот так и так просрочен, все, быстренько убрали, ничего. Я им сказал так, что, смотрите, в сентябре, Денис тогда еще был в отпуске, он приедет, мы к вам обязательно зайдем с проверкой, будьте готовы. Они сказали, что, да, да, никаких конфликтов, ничего не было, я ничего, ни видео не включал, ничего подобного. Дениса спрашиваю, пойдем туда? Он говорит, да не, не пойдем, потому что там нет ничего. Понимаете, мы даже уже знаем, что там нет ничего. Ну, может быть, конечно, и есть, но, чтобы найти эту просрочку, нужно постараться. И то, это не факт, это я как бы не буду на них наговаривать, есть у них или нету, рано или поздно мы туда все равно зайдем, проверим. Вот, ну, я нашел, один раз нашел, я дал, показал, все, потом несколько раз заходил, специально подходил к этому майонезу, специально смотрел, проверял, нет, не выставили повторно, ничего нету, то есть, следят они за этим делом. Есть, конечно, замечания по поводу вот этих вот, открытых орешков, тому подобное, ну, я так понимаю, это замечание, в целом, ко всей сети, не конкретному магазину, потому что, они бы и рады, но, я так понимаю, это идет указание свыше, свыше, просто хайповать на это можно, но, мы сейчас идем по другому пути, решили попробовать путем подачи исковых заявлений, вот, будем каждый день подавать по одному исковому заявлению, ну, может быть, не каждый день, через день, вот, мы уже подали два исковых заявления, посмотрим, как они запоют, потому что, не важно, что там взыщут 500 рублей, там, компенсации морального вреда, ну, там, даже 100 рублей, даже 1 рубль, дело не в этом, дело в том, что, защищая интересы, я, как представитель, я буду тратить свое время, свои силы, то есть, это называется судебные расходы, которые, в принципе, не должны зависеть от размера той суммы, которую присудили, то есть, ну, вот, мои услуги, допустим, стоили 30 тысяч, я сейчас поднял цены до разумных цен, потому что, ну, 30 тысяч это копейки, сейчас моя стоимость, моих услуг будет стоить 60 тысяч, все, факт продажи просрочки будет доказан, суд взыщет 100 рублей компенсации морального вреда, условно говоря, из 60 тысяч судебных расходов, и мы посмотрим, как они запоют, ну, 60 тысяч для них тоже копейки, но вопрос в другом, вопрос в том, что эти исковые заявления будут каждый день, каждый день, во всех судах города Мурманска, мы один иск подали в Октябрьский суд, а другой в Ленинский суд, потом в Первомайский, и так вот будем чередовать, конечно, они нас будут обвинять в потребительском экстремизме, они ж любят так говорить, а ничего, что это про них нужно говорить, что это у них экстремизм, когда они торгуют просрочкой, говорить, что они торгуют неумышленно, мы что-то не успели убрать, это ваши проблемы, вы должны этим заниматься, в первую очередь. Максим Казанцев спрашивает, что за половина черного экрана, там Денис сидит, просто у нас уже на улице темно, да, Денис? Вот. Так, я разговаривала с продавцами, в табеле ставят им 6 сотрудников, а по факту всегда 2. Вот такая практика. Продавцы все прекрасно знают, их все устраивает. Ну, деньги-то эти кто-то получает, в табеле 6, ну, 6 работников отработало, а по факту 2. Значит, четверо, кто-то получил зарплату за других четверых людей. Бывало у вас такое, чтобы судья опис... опис... пис... описалось или описалось? Максим, уточните ударение, описалось судья или описалось? А то можно и так, и так подумать. Описалось, говорит, да? Так, не, не, сами ударение уточните. Не, ну, описалось с точки зрения неправильно что-то написало, такое часто судьи делают, по-моему, это у них болезнь такая. Ну, я тоже иногда описываюсь, это нормальная история, потому что берешь какой-то бланк искового заявления, там, вот это стандартная, там, компенсация морального вреда, что-то где-то там забыл исправить, там, описался, да, это возможно. У судей в приговорах, там, в решениях судов бывают фамилии другие указаны и тому подобное. Всякое бывает, да. В этом плане описаться они могут, это, скажем так, свойственно любому человеку. То, что касается именно описаться, ну, я как бы так это, ну, не слежу за судьями, и я считаю, что это, ну, неправильно, ну, неправильно, как бы, на это обращать внимание, ну, всякий случай бывает, я думаю, что это не тот вопрос, который должен волновать нас в данный момент. хотелось бы дожить до такого, говорят, вообще пенсию не увидим, отменят и деньги поменяют, правда или нет, не знаю, не хотелось бы дожить до такого. Я вообще в пенсию не верю. Я склонен к тому, что ее в ближайшее время отменят. Ну, либо сделать там какую-то вообще социальную, чисто вот, если человек остался без, без детей, без ничего там, ну, вот так вот, сделать так чисто, вот, чтобы вот поддерживать какую-то жизнь. Во многих странах нету пенсии. там люди сами должны, скажем так, с молодости заботиться о том, как они будут встречать свой пожилой возраст. Если есть дети, дети должны помогать. Если там занимаясь каким-то бизнесом, как-то должен вкладывать во что-то, откладывать, там, развиваться, ну, как-то так. Я думаю, что скоро этого ничего не будет. Посмотрите магнит на ПЗ-42. А давайте вы тоже посмотрите. Что надо смотреть? Магазин как магазин, как все остальные. Увидите просрочку, сделайте замечание. захотите иск подать, зафиксируйте на видео, ко мне обратитесь, сделаем так, что как бы будет иск в вашу пользу. у меня недавно судья описывалась, и я за это 200 рублей потерял. Ну, Максим, бывает случай, мы люди, в конечном итоге, можно описываться, всякое бывает. Ну, кто-то съел что-то не то, понимаете, и пошел на работу, всякое бывает. Я думаю, много у кого было в свое время, когда в какой-то неподходящий момент вдруг припирало. Так, тогда памперсы просроченные им в помощь, тем, кто выносит не в пользу вас решения. Ну, кто не в пользу нашу, тем вообще лучше это. И памперсами не отделаются. Так, реально судиться без юриста, если плюс-минус понимаешь ГПК и ты веришь, что прав? Это, наверное, вопрос, реально судиться. Да, реально судиться. Я вообще за то, чтобы каждый человек на своем опыте получал практику и житейский опыт и тому подобное. Доверять всецелы юристам, там, медикам и тому подобное нельзя. Иначе это, ну, плачевно может закончиться. Среди юристов так называемых, медиков так называемых, очень много мошенников. Вы должны это понимать. Всегда вы должны все-таки оценивать своей точки зрения ту или иную ситуацию. Конечно, нужно консультироваться с более грамотными, но нужно стремиться к тому, чтобы непосредственно развиваться, в том числе и в этом направлении. Назовите пару стран, где не платят пенсию старикам. Китай, насколько мне известно. Жалко, очень жалко прощаться. Может, еще посидим. Но, я думаю, еще посидим и не раз. Так, вы же с Денисом ссорились не по-детски. Теперь опять сошлись. Ну, то, что касается ссорились, не ссорились. Я всем советую, и у меня принцип такой, о людях судить по поступкам. Потому, что человек делает. соответственно, если человек в свое время что-то сделал, да, и потом со временем признал, что он был неправ, и на деле доказал это, что он был неправ, не на словах, а на деле, то, я считаю, что можно человека простить. несмотря на то, что, да, какие-то моменты могут быть неприятны. Все мы в свое время ошибались, и можем ошибаться, поэтому нужно уметь прощать, это первый момент. Вот, и второй момент, судите о людях по поступкам, не потому, что вам обещают и рассказывают, а то, что делают. И очень наглядный пример, как оценить человека, посмотрите, как он ведет себя в отношении других людей, и сразу на себя можете транслировать, что так же он ведет и в отношении вас, когда вы, предположим, этого не знаете. Это вот вам такой совет, я думаю, что достаточно известный совет. Так, Максим уточняет. Была претензия по маралке на 5000 ли, не говорит, мы тебе 2000 дадим, да еще налог удержим, перевели что-то типа 1800, я вернул 1750, так как за перевод взял. Вышли в суд с ними и выиграли. Порядка 20 тысяч, из них 8 маралка. Вот, Максим, вот у вас все-таки, не знаю, какой там город, нормальные судьи, они хоть деньги какие-то взыскивают. Да, 8 тысяч маралки это небольшая сумма, но это хоть какая-то сумма, хоть она хоть как-то может что-то компенсировать. Но когда у нас судья вынесло 500 рублей компенсации морального вреда, там 2 эпизода по 500 рублей это получается 1000 и 50% штрафа это еще 500 рублей, то есть 1500 рублей взыскало компенсацию морального вреда. Ну да, там и 30 тысяч судебные расходы. Это понятно, о чем я и говорю, что размер морального вреда и размер судебных расходов они как бы не связаны. Но все равно 500 рублей на мой взгляд это очень смешно. Это вот очень странно. Подскажите, а могут ли забрать в психушку на меня два раза вызывали, когда я баллончик достал, баллончик достали. Сказали, якобы я напала, хотя видео есть, где на меня напали. как быть в этом случае. Значит, смотрите, советую вам не применять раньше времени. Это все равно понятно, нужно оценивать, в каких случаях нужно применять, когда не нужно применять. Вот за все время, которое было, я ни разу не применил баллончик. Он у меня иногда с собой, иногда бывает, я его забываю, но не важно. Когда я иду в магазин, я стараюсь с собой брать данное средство защиты. Достал я его только один раз. Один раз я его достал и только с целью того, чтобы человек, который напротив меня был, чтобы он понял, что я могу его применить, чтобы он напор свой немного паутих. Все. Но когда он есть у вас, это всегда придает какую-то уверенность на случай, если вдруг что-то пойдет не так. В любом случае, учитесь разговаривать с людьми таким образом, чтобы внушать в них страх, внушать в них то, что вы уверены в себе, то, что вы сильнее. Поверьте, это очень сильный инструмент. Я думаю, что любой человек может с этим справиться. Никто просто так драться не будет. Это человека нужно лично спровоцировать, чтобы он захотел это сделать. Если человек видит напротив себя другого человека, который не боится, он не будет драться. Зачем это глупо? У нас тоже есть дела, где 500 рублей моралка. К сожалению, у нас в России такое законодательство, что компенсацию морального вреда, размер ее определяет именно суд. То есть нет какой-то там таблицы вот это стоит столько, это стоит столько, это. Я, конечно, именно за это, чтобы какие-то были четкие рамки, чтобы не было вот этих абсурдных решений, когда там 500 рублей и там 8000, это разница очень большая. Хоть и говорят, что от суммы покупки не зависит, мы все равно делаем крупные закупки. А я сейчас специально делаю не крупные закупки мы делаем. Что первое под руки попалось, то и покупаем просроченное. Вот вчера мы купили, что мы купили? А, грибы, шампиньоны. Там меньше 100 рублей они стоят, там 80 с чем-то рублей. Посмотрим, как суд вынесет решение. будет очень интересно. Взышат ли судебные расходы в размере 60 тысяч, потому что именно такую сумму мы заявим. Именно с этой суммы я заплачу налоги, так как официально это все будет проведено. существует существует ли гражданское задержание, как им правильно пользоваться. Смотрите, что такое гражданское задержание? Многие люди путают. вот если вы являетесь непосредственным очевидцем преступления, вы можете попытаться кого-то задержать, скажем так, на свой страх и риск. должны понимать, что вы можете пострадать от этого, то есть преступник может вас ножом ударить, еще что-то, либо вы превысите какие-то свои полномочия в том плане, что задерживаете вора, а потом выясняется, что он не вор, а при задержании вы что-то применили и нечаянно повредили человеку руку, ногу, тому подобное. То есть для того, чтобы применять гражданское законодательство, в первую очередь вы должны быть очевидцем того преступления, которое вы пытаетесь предотвратить. Предположим, идете вы по улице, да, и вы видите, как кто-то там кого-то избивает, добивает. Да, естественно, вы должны, точнее, не то, что должны, вы должны применить какие-то способы, чтобы предотвратить эту ситуацию. Кто-то позвонит в полицию, кто-то там попытается словесно как-то кого-то остановить, кто-то применит силу и тому подобное. Да, ну, в каждой ситуации должно оцениваться именно реальность и необходимость того же самого задержания, потому что если там человек вышел из магазина и кто-то ему вслед кричит держи вора и вы набросились на человека, то это не задержание гражданское, это вами превышение ваших полномочий, это самоуправство. Мало ли кто там что-то кричит держи вора и кого держать и за что держать, а может это не тот человек, а может быть он и не вор. Имейте это ввиду. правда что назначенные адвокаты работают в одной упряжке с судей? 100% 200% я вам так скажу кто такие адвокаты? Все думают что адвокат это типа круче юриста на самом деле адвокат это те же те же самые юристы с одной лишь разницей то что они состоят в коллегии адвокатов то есть у них есть определенный статус они имеют право участвовать защитниками в уголовных делах и тому подобное то есть это дает им какие-то преимущества при рассмотрении каких-то дел то есть они могут там теоретически могут запрашивать какие-то документы им обязаны предоставить там организации и тому подобное то есть есть какие-то функции понятно что они плохо работают но дело не в этом дело в том что адвокат это статус но этот статус налагает на них определенные обязательства определенные опасения и страхи почему потому что человек который работает адвокатом он не имеет права заниматься больше никакой деятельностью он не имеет права быть предпринимателем вести какой-то иной бизнес и тому подобное то есть он зарабатывает исключительно на оказание услуг своих адвокатских так вот если он потеряет статус адвоката по сути он делается безработным и они очень боятся этот статус потерять и соответственно они играют по правилам которые им диктуют они в одной упряжке с ментами судьями я вот то что я наблюдал я вам прямо скажу это мне было противно это смотреть вот в этом мурманском областном суде да я вижу там и адвокаты да может быть они что-то где-то может быть что-то грамотно говорят хотя ничего этого не заметил крайне плохое впечатление у меня сложилось от тех адвокатов которые там были 6 штук 5 подсудимых и 6 адвокатов себя подсудимые лучше защищали чем эти адвокаты так дело не в этом дело в том как они общаются с прокурором с судьями с теми же самыми приставами вот мне противно вот я вам честно говорю мне противно потому что вот это заискивание вот это вот видно что ребята варятся в одной системе это ихняя стезя то есть вот их бизнес их работа это нормальная схема они так же не думают о том что вот те люди которые ты сейчас защищал сядут на 10 лет то что они невиновны ну и ладно бабки получили миллион освоили следующий следующий то есть мы люди которых суд затаскивает осуждают мы для них хлеб вы должны это понимать поэтому ищите нормальных юристов а не адвокатов потому что адвокат это вот тот адвокат даже который вот в Питере был он мне так и говорит я не могу делать то что ты делаешь я не могу ролики это делать я не могу потому что я не могу мне нельзя этого делать а я могу себе это позволить я могу себе позволить себя так вести в суде корректно корректно Но вот таким вот образом, как судьям, не нравится Адвокат ни в коем случае не может себе так позволить вести Так, когда мне стало хватать за ветровку, за рюкзак Я сказала, не трогай Перед этим меня уже ударили Если уже ударили, то уже ай-яй-яй Я только потом достала и сказала Три раза, я предупрежу Она позвонила после этого в психушку и сказала Что я нападаю Приехала скорая, ни слова не просила Руки скрутили Потом только разобрались Камеры магазина не стали смотреть даже Смотрите Я понимаю, там у вас какая-то сложная ситуация была Я так понимаю Две женщины между собой там что-то не поделили Ну это самое страшное, что такое может быть Конфликтную ситуацию нужно прерывать сразу, жестко и сразу же Максимально жестко Когда вы говорите о том, что Хватало за ветровку, за рюкзак Вы сказали, не трогай Перед этим меня уже ударили Идет определенные события Определенные действия в вашу сторону На которую вы не реагируете адекватным образом Вот поймите, что В ответ на агрессию вы должны проявить такую агрессию Чтобы она была сильнее первоначальной агрессии Если вас, не дай бог, ударили В ответ вы должны не просто ударить, а вырубить Если вас дернули за рукав и за рюкзак Вы должны сделать так, чтобы больше не было желания этого сделать Я вам приведу пример Я когда в магазинах нахожусь Бывают женщины на меня набрасывают Раньше так было Сейчас, естественно, никто этого ничего не делает Но были такие моменты Женщина думает о том, что раз она женщина То она имеет право на мужчину поднимать руку Естественно, я не могу ударить женщину В плане того, это сделать Ну как бы Заранее Да, чтобы человека остановить Но я могу ее так остановить То есть она тянет ко мне руки Я ее не ударяю Я просто делаю такой блок Так отбиваю руку в сторону Что Она второй раз Уже руку ко мне не потянет Я не знаю, донес я до вас мысль или нет Она не потянет, потому что ей больно Она поняла о той агрессии Что если она сейчас второй раз потянет руку У нее челюсть вылетит Вы должны это понять Это не означает, что я это сделаю Но человек должен понимать Что на агрессию получит такой ответ Который, как любят говорить Несовместим С жизнью Поэтому я говорю Делайте так, чтобы Не доводите до ситуации Когда нужно будет уже драться Пресекайте еще на уровне До этого Кто-то вот пишет Фейдин сказал, что в РФ адвокатов нет Все шестерки системы Я соглашусь с этим Соглашусь Они сами это признают Они сами говорят о том Что вот Как бы их шпеняют Они приходят с сотрудником полиции Их там шпеняют Там то-то, то-то Они сами об этом говорят Они даже не могут себе позволить То, что может позволить себе Обычный человек Нет не только адвокатов Но и нет всей правовой системы Все это договорняк Я согласен Правовая система Настолько сейчас у нас Убожеская Что я склоняюсь Склоняюсь к тому Что мы живем уже Давно Не в правовом государстве Давно Так чисто показушно Мы где-то может быть Какие-то суды выигрываем Потому что Как говорится Потому что потому Вот Вот и весь ответ А в сети Горме Делали проверку Хоть раз Не помню Но думаю Что делали Вот Я не вижу проблем Любой магазин Это сетевой В любом магазине Можно сделать проверку Просто этих магазинов Не так много В городе Мурманске Чтобы прям Они попадались И нам удобны были Для проведения Вот этих проверок Ну ради прикола Можно быть Какой-нибудь зайти Посмотрим Почему вы решили Заниматься Юриспруденцией Это ваш выбор Я так скажу Что я этим занимался Очень-очень давно Очень давно У меня очень большой опыт У меня большая практика Мне это просто нравилось Мне было интересно Я даже Был индивидуальным предпринимателем Оказывал юридические услуги В этой области Я работал юрисконсультом По совместительству И судился С организацией В которой я работал Колэнерго тогда такая организация Крупная была Вот она как бы сейчас есть Но тогда это было Немножко другие времена Вот То есть я заканчивал смену Я работал на пульте Гидроэлектростанции Оперативным персоналом Заканчивал смену Ночную Прыгал в автомобиль И мы с коллегой Ехали в арбитражный суд Города Мурманска И там я защищал интересы У МЖКП поселка Туманной Против колэнерго Где значит эта жилищная организация Была ответчиком Колэнерго было истцом И пытались взыскать там Определенные суммы Там большие миллионы рублей За отопление Ну которое там продавалось Вот и я выигрывал суды Очень большие суммы Там потому что ну совсем другой порядок Сумм там миллионы Речь идет Я работал в каскад Ну этот Колорегион энергосбыт Это гарантирующий поставщик В договорном отделе То есть так или иначе Вся моя деятельность Связана была С Применением вот этих норм Законодательства И тому подобное Даже когда казалось бы Я работал по технической специальности А именно там Каскад серебранских ГЭС Там пуски Остановы Режим Генераторов Там вот это все Все равно Там очень большие требования К персоналу Там очень много нужно знать Там вот Сама вот эта вот подготовка Стажировка так называемая Она полгода идет Просто вот вы вдумайтесь Там для того чтобы Сдать экзамены Там нужно очень много-много знать Много-много инструкции И тому подобное Так что вот Кто меня знает Каскад серебранский ГЭС Всем привет Так почему вы решили Это так А потом отбиваться От 6.1.1 Ну от побоев Поймите Да лучше заплатить там Какой-то штраф За побои Но остаться Человеком Который Себя уважает И которого Будут другие уважать Поверьте Ну Думать о том Что Придется отвечать За побои И подставлять Кому-то щеку Чтоб тебе по ней били Это неправильно Потом будем думать Конечно не надо Там Маразома страдать Там Бить лежачего И тому подобного Надо просто дать отпор Дать отпор таким образом Чтобы человек Просто не хотел Больше с вами связываться Я не говорю Что обязательно Это должно быть физически Достаточно Надо Словесно с человеком Поговорить А я В тележке Товар собирала У меня Пытались отобрать Ее Ударили Потом Одна Сзади Подходит За рюкзак Прям Я потом достала Только поскольку Сзади ударила И попытались Вытащить С магазина Ну вот Вот это тот случай Это тот случай Понимаете Где нужно проявлять Именно крайнюю жесткость Вот у нас есть Такой эпизод Очень много Скажем так Комментариев Денис получил Свой адрес Где Работник Магазина Пятерочка Или Перекресток Отбирает Тележку С конфетами И она переворачивается И падает Все И Денис Что-то в сердцах Говорит Типа Понаехали Типа того Женщина Которая Вырывает Тележку Она Скажем так Национальности Ну Другой Национальности Скажем так Не нашей Не северной Южной Национальности Вот И очень много Комментариев О том Что вот Ты там С женщиной Такой Амбал И тому подобное Понимаете Вот Как раз В этом-то и проблема Что он Позволил Этой женщине Вырывать Тележку И Ситуация Дошла Вот До этого Маразма Когда вот Одна Тянет на себя Другая Тянет на себя Там Вот это все На самом деле Это нужно было Пресечь В самом-самом Начале Вот Если бы я Держал тележку Я скажу Как бы Сделал я Я бы не стал С ней Ни о чем Разговаривать Ну Как бы это грубо Не прозвучало Я бы Сделал так Чтобы Ей было Ей бы не хотелось Хвататься за тележку Не знаю Как вы это Можете понять Ей бы было Было бы Очень больно И она бы поняла Что Этого делать не надо Это не тот случай Когда Даже по указке Директора Бросаться Как шавка И пытаться Что-то вырвать Из рук Или что-то Отобрать Или что-то сделать Все Должно быть Жестко Пресечено Это Такие проблемы С покупателями Должны решаться На уровне Руководства Вот директор Пускай выходит И разговаривает По поводу Просрочки Не надо ничего Убирать Воровать И тому подобное Прятать Эту просрочку Надеюсь Вы меня Услышали Как надо Себя Вести Так Спасибо вам За труд Хотелось Бы узнать Хоть Один судья Предъявил Вам Свои полномочия Или вам Неинтересно Кто Вас судит Давайте Это большая Такая тема Которые Я понимаю Что на меня Много людей Подписаны Которые Рассуждают С точки зрения Что какого Диаметра Должна печать Есть ли Приказ Полномочия И тому подобное Попытаюсь Как-то Коротко Ответить Смотрите Это не имеет Никакого Значения Какого Диаметра Печать Не имеет Значения То На что Вы ссылаетесь Имеет Значение То Что Здесь И сейчас Происходит У кого На данный Момент Власть У кого На данный Момент Пистолет Кто Себя Как Ведет И тому Подобное Оценивайте Реальность Не живите В этих Иллюзиях Иллюзиях СССР Которые Якобы Для кого То Существуют Какое То Морское Право На земле Вы Либо На море Там Это все Ну Вот Я об этом Говорю У меня Такое Ощущение Что Палата Номер Шесть Недалеко От этого Вы Не обижайтесь Но на самом деле Спуститесь на землю В реальность Выйдите из своих чатов В которых вы Пишите друг дружке Там Скидывайте Там Свою писанину Ответы Там Прокуратуры Там Следственного комитета Там еще кого-то И там Ну я не знаю Вот идет Какая-то Жизнь Ваша Какой-то Кипиш Что-то Там Суета Ну а Воз и ныне Там Просто Выйдите В магазин Сходите Уберите Просрочку В том плане Что заставьте Это сделать Директора Магазина Просто Делайте Дела Не надо Вот это Все Ля-ля Тополя Вот Мое Отношение Вот такое Вот Что там А того Что там Судья Покажет Мне свое Удостоверение Либо не Покажет Не изменится Если это Уголовное Дело Это не Означает Что вас Не посадят Как-то Так Я не знаю Живите В реальности Видели Вы Юриста Антона Долгих Как он Общается С ДПС Никами Может Жители Высказать Своё мнение Про систему ГИБДД Если что Знаете О ней Ну Антона Долгих Конечно Я видел Кто-то Даже В какой-то Степени Нас Сравнивал По мем Манере Общения Я вижу Как он Общается Я вижу Как он Действует Аналогия Есть Согласен Да Он Агрессивно Он Давит Это Все Правильно Он Делает Так же Как Делаю Я Вопросов Нету То есть На мой Взгляд Он Делает Все Правильно То что Про систему ГИБДД Я вам Уже Сказал ГИБДД Это Сотрудники Полиции Это Все Сотрудники Полиции Я Я их На данный Момент Не Уважаю Потому Что Там Работают Неграмотные Бестолковые Сотрудники Полиции Докажите Обратное Вот Считайте Это Вызовом Моим Как угодно Вот Когда В следующий Раз Встречусь С сотрудником Полиции Если он Видел Мой Стрим Это Там Ролик Если я Буду Нарезки Какие-то Делать Пускай Ко мне Подойдет И скажет Я Нормальный Сотрудник Полиции И мы С ним Пообщаемся Пускай Он Докажет Покажет Что он Нормальный Сотрудник Полиции Если он Сможет Это Сделать Я Буду Только Рад Так Спасибо Вам Большое За Разъяснение Пожалуйста Вот Именно Якобы Я Нападаю И Агрессирую На Врале Скорой И Из-за Этого Вызвали И Меня Скрутили Что Я Агрессивно И Нападаю Хотя Все Наоборот Смотрите Я Предполагаю Что Вы Просто Находились В состоянии Уже Стресса Сильного Стресса Когда Это Все Произошло И Это Понятно Поэтому Я Как бы Повторюсь Я Вам Говорил Что Старайтесь В себе Вырабатывать Способность Контролировать Ситуацию Это Важно Провоцируйте Тому Подобное Как бы Жестко Я Все Равно Каждое Слово Свое Абсолютно Контролирую Если Мой Диалог Разобрать В судебном Заседании Там Сотрудникам Полиции Прям Выложить На На Бумагу И Зачитать Там Не Будет Ничего Абсолютно Такого К чему Можно Докопаться И Меня В чем То Обвинить А Если Это Посмотреть Вживую Как Я Общаюсь То Складывается Другое Впечатление Что Я Хамлю Там Как-то Себя Не Так Веду Потому Что Человек Имеет Возможность Использовать Интонацию Напор Ну То Есть Определенные Моменты Как Он Может Транслировать Своё Отношение Свою Позицию До Человека Ну То Влиять На Него Но При Этом Он Это Делает Достаточно Корректно То Учитесь Этому Здесь Ничего Сложного Нет И Держите Себя В руках Как всегда Ни в коем случае Никаких Оскорблений Не должно Быть Никаких Угроз Не должно Быть Чтоб Потом За это Не расплачиваться Если Вы Откроете Указ ВП Номер 71 То Видите Что Он Упростил Все Эти Органы Но Опять же Вы Опять Возвращаетесь К этому Я понимаю Что Я вас Не смогу Переубедить Это Невозможно Как бы Я уже Много раз Общался С такими Людьми Я знаю Что это Значит Это Это Бесполезно Это Как бы Ну Ну Вы Сылайтесь На указ Ну Вы Прочитали Так Вы Посчитали Что Что Упразднены Ну Откройте Глаза Глаза Откройте Вы Их Видите Видите Если Вы Прочитаете Бумажку Что Солнце Выключено А Выйдите На улицу А Оно Светит Ну Чему Верить Бумажки Которые Кто-то Написал Которые Вам Взбросил Ваши Чаты Я не знаю Для чего Вы Этих Чатах Сидите Или Тому Что Есть В Реальности То Что Солнце Светит Подумайте Об Этом Когда Я Дала Отпор Она Поняла Что Не Сможет Меня Ударить Вот Я Ина Не Разговаривала Даже Ни О чем Отпора Говорю Старайтесь Давать Как Можно Раньше Чем Раньше Вы Пресечете Тем Больше Вероятно Что Конфликт Не Будет Развиваться Вы Должны Человека Поставить На место Изначально И Напугать Его Да Все Просто Нужно Напугать Только После Этого Вызвала Скорую Якобы Я Агрессирую И Скорая Не Разобравшись Хотя Я Стала Спокойно Руки Скрутили Ну Я Не Знаю Как Могли Руки Скорой Скрутить Я Не Представляю Что Как Но Это Уже Тоже Нападение Скорой Если Честно Я Немножко Не Владею Ситуаци Что Там У Происходило Если Мне Кто-то Начал Попытаться Скручивать Руки Так Вот Просто Ни с того Ко мне Подбежали Я Стою Спокойно Там Ни на кого Не нападаю Не ругаюсь Ничего И на меня Вдруг Начинают Нападать Ну Такого Как-то Слабо Верится В ответ Конечно Я бы Сломал бы Челюсть Там Кто бы Мне попытался Руки Выломать Подбежала Будь Медсестра Медсестре Сломал бы Челюсть Медбрат Значит Медбрат Постарался Мошонку Расхуячить Извиняюсь За выражение Ну Думайте Ребята Что вы Делаете Я не верю Вот эти Сказки То что Вы Тут Написали Стоит Человек Ничего Не Делают Подбегают И начинают Выкручивать Руки Что-то Значит Происходило Что-то Вы Вели Себя Как-то Неадекватно Откройте На сайте Банка СССР Можете Сами Убедиться Что он Еще Работает Ой Блин Я про это И говорю Что вы Неисправимы Неисправимы Работает Работает Конечно Работает Вы Можете Даже В него Обратиться Деньги Получить СССР Рубли Там Все Такое Ладно Это ваша иллюзия Вы там Можете Как бы Это интересно Согласен Так Знаете В чем Прикол Приехали Сотрудники Скорой Я Поздоровалась Они На слова Они Ни слова Сразу Скрутили Без слов Даже Не Сказал Не сказав Просто По указке Мол Вот это Агрессивное Они даже Не разбирались Блин Я Не знаю Я не знаю Что там было Что-то как-то Это все Мне слабо В это верится Кто такие Сотрудники Скорой помощи Чтобы Вообще Такие действия Делать Но они Так не могут Делать Скручивать Это могут Только Не знаю Сотрудники Полиции То при Обстоятельствах Не верю Извините Я не верю В это Кто-то Тут мне Пишет Здравствуйте Лучший юрист Ютуба Ну я понимаю Тут Поерничать Наверное Решил Да Лучший юрист Ютуба Я себе Хорошего мнения У вас Сзади Стена Потерта Залили Соседи Да нет Все гораздо Проще Это называется Ремонт Это называется Ремонт Вспомните Кто вы Если вы Веруете В СССР Виртуальная Гос Веруете Но не Навязывайте Другим Веруйте Ой Не хочу На эту тему Даже Уже устал На самом деле Это Тема Которая Мне неинтересна В чаты Заходите Там Продолжайте Обсуждать Там СССР Живые люди Кто там Еще есть Я живу Реальностью Я то что вижу То и Говорю Скажем так Я на самом деле Так считаю Смотрю Вас Последний Месяц Земцов Не Выкладывает Больше Теперь Только Вы Земцов А Земцов Это кто Я так понимаю Тоже какой-то Юрист Блогер Да Как вы любите Называть Так Максим А я вот Не верю В СССР Я верю В матрицу Вам какую Таблетку Синюю Или красную Ну вот Максим Я полностью Согласен Это примерно Вот из этой песни Как говорится Лишь бы вам Скучно Не было Любую историю Версию Придумывайте Но главное От реальности Сильно Не отрывайтесь Потому что Все таки Мы живем На планете Вот Земля Я не знаю Там круглая Квадратная Она плоская И тому подобное Не могу утверждать Так Максимке привет Тут Максимка тебе привет Передает Так Кстати Та которая вызвала Была Ментом В гражданском И она Не раз Наблюдала Где я В магазинах Смотрите Смотрите Вот Те люди Которые Скажем так Такие Как я В Общественном Внимании Они могут Для кого-то Казаться Ненормальными Вот В частности Я для кого-то Могу Оказаться И Показаться Ненормальным Как бы Я не собираюсь С этим спорить Я вообще Сомневаюсь Что у нас Очень много Нормальных Людей Я думаю Что у нас Очень мало Нормальных Людей И Относительно Нормальности Это что Значит Нормальный Я вообще Трудно Сказать Что такое Нормальный Человек Я С многими Людьми Разговариваю И понимаю Что там Есть Какие-то Отклонения Но я Как бы Не врач Я не могу Оценить Но они Есть Психического Характера Грамотная Речь Все Хорошо Мышление Все Есть Но Вот Какие-то Есть Определенные Моменты Которые Говорят О том Что Человек Либо Он Фанат Как бы Зомбировано Но Есть Какие-то На мой Вгляд Трудности С восприятием Реальности Я Как бы Не Исключение Я Думаю Что Я Тоже Человек Не Совсем Нормальный В том Плане Что Крайца Мои Взгляды Могут Очень Сильно Не Совпадать С Другими Людьми Соответственно Я Для Них Я Я Ненормальным Потому Что У них Своя Норма Поэтому Давайте Вот Исходить Скажите Пожалуйста А если На Маркировке Пишут На фруктах Срок годности Неограниченный При соблюдении Условий Хранения Это Нарушение Или Нет Благодарю Конечно Это Грубое Нарушение Это Грубое Нарушение Есть Закон О защите Прав Потребителей По-моему Статья Пятая Могу Ошибаться Проверьте Ну Есть Продукты Питания Должны Иметь Срок Годности Не Может Такого Чтобы срок годности Не установлен Такого Быть Не может Тем более При соблюдении Условий Хранения Опять же Значит Должны Быть Условия Хранения При Определенных Условиях Хранения Один Срок При Нарушении Другой Срок То есть Ну Это Должно Быть Описано Я Обратил Внимание Что В каких То Магазинах По-моему В Магните Не Всегда Это Пишут Это Проблема Именно Я Так Понимаю Поставщиков И Это Торговой Сети Потому Что Они Не Делают Вот Эту Нужную Наклейку Они Получают Условно Говоря Эти Мандарины Там Из Какой-то Страны Где У них Нет В Законодательстве Этих Требований Они Вот Собрали Так Сказать Ящики Погрузили Кораблями Отправили Все А Дальше Мы Когда Принимаем Этот Товар И Выставляем На Реализацию Мы Должны Промаркировать Соответствующую Маркировку Сделать В соответствии С техническими Регламентами Таможенного Союза Соответствии Законном Защите Прав Потребителей Другими Словами Да Это Грубое Нарушение В принципе Этот Товар Не Подлежит Реализации Его Можно Снимать И Требовать Утилизацию Вот В двух Словах У меня Случай Так У меня Случай Меня Привлекли По 6 1 1 По Бои Значит По Самозащите И Человека Кому Я Якобы Причинила Физическую Боль Также Привлекли По 6 1 1 Грубо Говоря Одна Драка И Оба Виноваты Ну Понятно Что Такой Побои Побои Это Не Однократное Причинение Боли Раз Были Совместные Заявления Вот Вас И Привлекли Обоих Вы Пару Раз Ударили Человека Он Вас Пару Раз Ударил Друг Другу Нанесли Побои Так Да Зимцов Канал Особой Опас Юрист Да Я понял О ком Вы говорите Я даже Как-то Пытался Какие-то Его ролики Смотреть Ну Что-то Как-то У меня Не зашло Не зашло Это все Дело Не могу Сейчас оценивать Почему Не заходит Вот у меня Долгих Вроде Как-то Иногда Заходит Но Он Один и тот Же Ролик Прям Мусолит 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 Понятно Что Как-бы Контента Может быть Мало И вот Он Но у него Много подписчиков Как-бы Все нормально Как-бы Я Считаю Что он Делает все правильно С моей точки зрения Потому что Он Вот Я понял В чем Разница Долгих Он показывает В действиях То или иное А Семцов Если мне не Изменяет память Он больше Сидит И что-то Рассказывает То есть Его нужно Слушать Очень долго И там Понимать Лучше Один раз Увидеть Чем сто раз Услышать То есть Если мы Смотрим Там Как Антон Долгих Разговаривает В суде Судьей Или с полицейскими Тут наглядно Видно Как все понятно Так Как можно Изменить Людей Которые Верят Телевизору Попробовал Много раз У меня Не получилось Советую Вам даже Не заниматься Этой глупостью Никак Ответ Простой Никак Следите За тем Чтобы вы Не стали Этим Зомбированным Чудиком Который Верит Всему тому Что говорят На экранах Этих телевизоров Не знаю У меня Наверное лет 15-20 Телевизора Нету И Слава Богу И ни в коем случае Он у меня никогда Не появится Потому что Я не хочу Этого видеть Потому что Даже если бы Он у меня Где-то работал На фоном Это все равно На меня Как бы Оказывало Какое-то Влияние И воздействие Не пытайтесь Перестроить Этих людей Это сделать Невозможно Это быдло Которое Управляется И очень легко Управляется Вы можете Так же Им управлять Так же Как управляет Их Власти Там еще Кто-то Учитесь Это делать Я когда Прихожу В магазин Я именно Это и делаю Не знаю Обращали вы На это внимание Или нет Как себя ведут Посетители В моем присутствии Так Я считаю Считаю вас Как раз Нормальным А большинство Людей Как стада Ну потому что Так оно и есть Большинство людей Это стада Про себя Ничего не могу сказать Ну считайте Нормальным Слава Богу С вашей точки зрения Я нормальный Ну для себя Я тоже нормальный Мне кажется Ваша жизнь Очень интересная Хотя и постоянно Надо решать проблемы У меня нет Никаких проблем Я вам открою секрет Мне не надо Не решать Никакие проблемы У меня их просто нет Я по жизни Оптимист И Как бы плохо Не было Я все Расцениваю Позитивно Даже Ошибки Даже Негатив Негативный результат Это только плюс Это опыт Это знание Это умение То что касается Что очень интересно Я думаю Что любой человек Может жить интересно Если ему интересно Чем-то заниматься Бери этим Занимайся Я Тем Чем я занимаюсь Я начал заниматься Буквально И так давно Словно говоря Когда Велся этот Баронавирус Как бы появился Все До этого Никто обо мне Не знал О моем существовании Что вообще Есть такой человек Поэтому Начал этим заниматься Ну Стало интересно Почему бы Нет Почему Не продолжить Вашем краю Смотрю вас И Николая Поминого Очень хороший У вас Контент Да Николая Я тоже Иногда Смотрю Но тоже Есть такой Момент Что как бы Трудно смотреть Тех людей Которые делают То же самое Что делаешь ты Вот допустим Артем Вольф Тоже я Ну Иногда смотрю Иногда не смотрю Ну то есть Ну Я понимаю Что там будет Все это Иногда чисто С точки зрения Спортивного интереса Посмотреть Как он себя ведет Там Какие то моменты Мне могли нравиться Могли не нравиться Там все Ну Каждый человек Учится Он исправляет Свои ошибки Ну по крайней мере Он делает какой то анализ Где то немножко Меняет свое поведение Все Он себя ведет Достаточно грамотно Тоже корректно Да Но он немножко Не проявляет Скажем Не проявляет Ту жесткость Которую проявляю Предположим Я При общении С кем то То есть Я могу начать Разговор Очень корректно А потом резко Перейти на Другие нотки Общения Как бы Он себя ведет Совсем по другому Он до последнего Остается человеком Который Вот Хороший Назовем его то так А я иногда делаюсь плохим Очень плохим Так Я вам даже Донатил Донатил вам Почему то Отчество у вас Не Владимирович В карте Спасибо за донат Это как бы Крайне приятно Отчество в карте Не мое Да Это Карточка моего отца Мамая Владимир Дмитриевич Я Мамая Владимир Владимирович Вот Так что Не переживайте В любом случае Те денежки Которые вы перевели Они попали Именно мне Никому другому Потому что Ну как бы Указано Именно номер карты Именно Ну В том месте Где нужно То есть Это не фейковое Ничего То есть Это именно то Так Парню легче дать отпор В плане Если даже Подставить Подставить Захотят А я весом 42 Парню Не смогу Многие боятся Поощряют Но боятся Со мной Я понимаю Да Ну Смотрите У каждого человека Есть Свои Сильные Слабые стороны Я не хочу Рассказывать Свои слабые стороны Потому что Ну Это делать не надо И вам не надо Делать Да Что Что делать Девушка Там Весом 42 Килограмма Ну Это Что Знаете Собака Знаете Бывает Беззубая А засасывает Насмерть Исходите Из этого Что Как бы Сила Не в этом Сила Сила В духе Понимаете Вашем Настрое Вашем Уверенности В этом Сила Поймите Это Поверьте У меня У меня У меня Нету Той Силы Которая Безус Противостоять Там Тем Товарищам Которые Допустим На меня Когда-то Быковали Абсолютно Нет Но Я знаю Что Я Не буду Давать Заднюю Кто бы Передо Мно Не стоял Надо Подраться Буду Драться Понятно Что Я Не факт Что Победа Будет За мной Но То Что Я Выложусь На Сто Процентов Это Однозначно И Я Очень Сильно Сочувствую Тому Человеку Если Мне Удастся Это Сделать Он Потом Десять Раз Пожалеет Потому Что Если Дело Доходит До Драки Нужно Делать Так Чтобы Человек Уже Не Встал Потому Что Нужно Максимально В короткий Срок Драку Пресечь Соответственно Это Нужно Сделать Соответствующим Образом Потом Будем Уже Разбираться Кто Виноват Кто Прав Превышение Самообороны Непревышение И тому Подобное Долгих Говорил Что Он Не Блогер А Юрист Он Только Недавно Начал Более Менее Уделять Ютубу Но Для Него Ютуб Это Реакция Других Да Возможно Антон Антон Долгих Долгих Достижение Достижение Определенных Целей То есть Ютуб На данный Момент Не приносит Никакого Дохода Это На всякий Случай Я говорю О том Кто думает Что я там Зарабатываю На Ютубе Ни копейки На данный Момент Моему Ютуб Каналу Вот Год Недавно 4 сентября Исполнилась Год Я Ни одной Копейки С Ютуб Канала Не получил На всякий Случай Так Я советую У Зимцова Популярные Ролики Глянуть А так Он Поговорить Любит Это Да Ну Попадется Что нибудь Погляжу Погляжу Если там Что то Интересное Так Один Удар После того Как ударили Меня Рассмотрели В одно Заседание При том Что я Вот Вот Должна Была Родить Судья Про Конституцию Вообще Не слышал Вынес Мне штраф 5000 И 8000 Обидчику Ну Вот Уже Разные Суммы Прикольно Кому То Больше Кому То Меньше Я вообще Не понимаю Если Вы Были Беременны Я Не понимаю Как Вообще Это Дело Дошло До Суда Человек Который Наход Состояние Беременности Его Вообще Нельзя Трогать Там Во-первых Гормоны Во-вторых Это Вторая Жизнь Я считаю Что Здесь Суд Был Неправ Вот Я Допустим Вот Я вам Говорю Что Я Там Был Применил Сил Я Я Я Я Ему Я Беременна Я Был Я Был Небо Бежал Ну Не Надо Применять Силу Человеку Который Ну Носит В себе Другого Человека Который Может Пострадать Не Надо Я Не Дай Бог Вам Никому Не Советую Делать Никогда Как Бы Женщина Себя Неадекватно Вела Бы Состояние Беременности Ни В коем Случа Ничего Плохого Не Делать Ни Словом Ни Ни Делом Вы Жене Всегда Таким Были Давно Юристом Работаете Да Я На Вам Откроюсь Секрет Не Секрет Я Всегда Таким Был Я Всегда Был Человеком Который Не Позволял Себя Каким То Образом Там Не Уважать И тому Подобное Я В школе Допустим Дрался Крайне Редко Раз В год Ну Если Я Дрался То Как Бы Этого Хватало Чтобы Потом Меня Год Никто Не Трогал Просто Должны Понимать Что Есть Такие Люди Которые Дрочуны Которые Дерутся Там По Несколько Раз На Неделю А Есть Люди Которые Вроде Как Бы Не Дерутся Ну И Желающих Ни У кого Нет С ним Подраться Потому Что Ну Это Чревато Ну И Сам Я Никого Не Задирал Я Никогда Не Мог Драться С С Человеком Который Слабее Меня Для Меня Это Я Себя Не Уважительно Я Неправильно Мне Нравится Что Вы Любому Можете Донести Свои Мысли Даже Ребенку Или Дебилу Ну Не Знаю Есть Которые До сих пор Не Могут Услышать Ну Или Делают Вид Что Не Могут Услышать Ну Как Таковой Нет Цели У У Меня Была Сначала Ошибочная Цель О том Что Я На Кассе Кому То Пытался Объяснить Законодательство Когда Масочный Моразм Был Потом Я Быстро Понял Что А в этом Нет Смысла Просто Нет Смысла И Дальше Я Просто Начал Применять Другие Методы Воздействия Ну Если Вы Видели Ролики Там По Окею Тому Подобные По Другим Магазинам Как Я Себя Виду Очень Я Ру Кричу Очень Жестко Провоцирую Ну Как С Сотрудниками Полиции Разговариваю Люди Находятся В шоке В ступоре Потому Что Для Них Это Очень Странно Когда Они Видят Человека Который Себя Так Ведет Ну Я Себе Говорю Что Ну Как Бы С С Моей Стороны Для Них Я Себя Веду Крайне Неадекватно Ну Как Бы Это Есть Один Из Инструментов Так Спасибо Огромное Я Думаю Нам Надо Потихонечку Завязывать Время Уже Много Почему Дела В судьях Очень долго Идут Полгода Год Почему 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 Потому Что Потому Что Да Там Сроки Есть Два Месяца Должно Быть Максимум Гражданские Дела Но Вот Такая Реальность К сожалению Такая Реальность Я Обратил Внимание Что Я С этим Неоднократно Сталкивался И буду Еще раз Сталкиваться Это Мое Оценочное Суждение Что Судьи Некоторые Это Делают Специально То То есть Затягивают Процесс Не Стороны Да Иногда Затягивают Процесс Именно Стороны А Затягивают Процесс Иногда Судьи По Какому-то Очевидному Допустим Спору Ну Предположим Спор О просрочке Компенсации Морального Вреда На самом Деле Это Это Дело Можно Рассмотреть Достаточно Быстро Но Судьи На мой Взгляд Умышленно Затягивают Этот Процесс Чтобы Вот Этот Вот Результат Выигрышное Дело Успех Компенсация Морального Вреда Там Возмещение Судебных Расходов Тому Подобное Чтоб Оно Не Давалось Легко Чтобы Не Дай Бог Завтра С Такими же Исками Не Обратились Другие Люди Чтоб Ты Жи Повторно Не Подал Тому Подобное То есть На мой Взгляд Иногда Судьи Умышленно Затягивают Процесс Вот Повторяюсь Вы Таки Стали Из-за Воспитания Или Почему Учителя Были Хорош Хорошие По Жизни Или Учителя Были Хорошие По Жизни Я Не Знаю Почему Я Стал Именно Таким У Меня Обычно 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 Семья У Старшая Сестра Есть Абсолютно Обычная Семья Отец У меня Строил Каскад Серебрянский ГЭС Потом Он Работал На этом ГЭС Мама У меня Медсестрой Работала В больнице Дом Ребенка Там Где Дети Были Умственно Отсталые Вот Потом Она Сократили Должность Она Там Работала Ну Уборщица Работала Каскад Серебрянский ГЭС Вот То есть Каких-то Там Особых Ну Способностей В воспитании В отношении Меня Я думаю Что не было Я Вначале Был Очень стеснительным Мальчиком Да Но В школе Я Всегда Выходил К доске И Никогда Не боялся Там Не Мямлил Ничего То есть Если я знал Урок Я Рассказывал Ну То есть У меня Всегда Присутствовала Какая-то Степень Уверенности Я Считаю Что Это Было У Мне Всегда Я Не боялся Выходить К доске Как Вот Многие Я знаю Мои Одноклассники Прямо Боялись Этого Для Меня Это Никогда Не Было Страхом Скажите А исковое Заявление Ответчику Обязательно Направлять С приложением Или Можно Приложение Только Для Суда Посылать Документы Копи ТД Я Увидела Видео Вы Только Заявление В магазин Дали Нет Согласна Все В ГПК Написано Конечно К исковому Заявлению Прикладывается И Приложение Обязательно Обязательно Вы Можете Не Прикладывать Те Документы Которые У Ответчика Уже Есть То Что Вы Видели На Видео Естественно Я Максимально Упрощаю Данный Процесс Я Не Прикладываю Лишние Документы То К тому Исковому Заявлению Приложена Только Копия Доверенности Вот Все Остальное Будет Приобщено В Зале Судебного Заседания Поскольку Там Сейчас Попробую Вспомнить Там Доверенность Приложена Ну и Документ Подтверждающий Вручение Все Вот эти Два Документа Все Остальное Можно Будет Суде Донести Вообще Судья Должен Назначить Предварительное Судебное Заседание На котором Определяется Кто Что Доказывает Какие Доказательства Истребовать И тому Подобное В частности У меня В исковом Заявлении Заявлено Ходотайство Об Организации Возможности Просмотра Видеозаписи То есть Вот этот Видеоролик Который Я Выложил Ютуб Это Будет Одно Из Доказательств Право Нарушения Со стороны Магазина То есть Там Зафиксирована Покупка Возврат Денег Что Куплено По какой Цене Факт Просрочки И тому Подобное То есть Это Доказательную Силу Имеет Вот эта Видеозапись А так Если вы Подаете Исковое Заявление То Копию Направляете Ответчику И прикладываете Все что Прилагаете К исковому Заявлению Которое Для суда Единственное Вы можете Не прилагать Те документы Которые У ответчика Уже имеются Ну допустим Чек Если я Прикладываю Чек Я могу Не прикладывать Для ответчика Потому что У них Есть такой же Чек У них Там В кассовом Аппарате Все это Есть Так Неадеквата С моей стороны Не было Словесно Ответила На нападки И мат Местного Алкаша Который В суде Сказал Суду Да Виноват Прошу Не наказывать Но у суда Своё Субъективное Мнение Ну Суда Всегда Такое Субъективное Мнение Короче Не переживайте Все нормально Будет Нужно было Вынести Решение Вас Наказать Они это Сделали Ну Можно было Конечно Обжаловать Не знаю Обжаловали Вы или нет Дойти до Верховного Суда И ради Интереса Посмотреть Чем бы Это дело Закончилось Я в самом Начале Говорил Что Суды Первой Инстанции В В 99 Случаах Выносят Решение Не в пользу Нас Людей Только потому Что у них Есть какие-то Там Указания С моей точки Зрения Либо какая-то Там Политика Вот так Оно происходит Это факт С этим Ничего Не поделаешь Так А возврат денег В магазине Ими Где-то Фиксируется Если К примеру Я забыл Был Возврат Или нет Что Если Повторно Обращусь То Они Смогут Доказать Что Деньги Уже Вернули Ну Естественно Они Когда Возврат Делают Они Чек Выбивают Все Это Проходит То Если Вы На Виде Обратили Внимание Там Два Чека Один Чек Это Мы Покупили А Потом Когда Делают Возврат Пробивают Чек И Деньги Возвращают И Чек Возвращают Возврат А там Написано Ну То Смотрите Вот Как Допустим Мы Покупаем Просрочку Я Людям Говорю Чтобы Вы Ни В коем Случа Не Возвращайте Обратно Товар Который Вы Купили А он Просрочен То Есть Предположим Вы Нашли Какую-то Просрочку Вы Ее Пробили А дальше Вы Можете Этим Товаром Распорядиться Как угодно Вы Можете Выкинуть Животным Скормить Ну Купили Там Курицу Она Просрочена Да И Требуйте Возврата Денег Вы Предъявляете Доказательства Того Что Курица Просрочена Предположим Фотографию Сфотографировали На телефон И показываете Срок годности На этикетке Что Курица Просрочена И показываете Чек Соответственно Все Есть законные Основания Чтобы Вам Вернуть Деньги И Некоторые Продавцы Говорят Пожалуйста Верните Нам Обратно Курицу Просроченную А вы Говорите Нет У меня Уже Ее Нету Я Ею Распорядилась Все Я ее Там Скормила Выкину И вообще Вы не обязаны Это возвращать Это Не телевизор Это не холодильник Который Вы сдаете Получаете Деньги Это товар Который Уже Не имеет Покупательской Потребительской Экономической Ценности И тому подобное Не возвращайте Потому что Иначе Они повторно Выстоят Эту курицу На продажу Лучше Там Скормите Каким Животным А у вас Сложности Из-за Вашей Деятельности Есть В жизни Если Есть То Какие Нет У меня Нет Никаких Сложностей Я Не Заговорил Не Говорил Что У меня Вообще Проблем Нет Никаких Я Не Вижу Никаких Проблем В Том Что Я Такой Какой Я Есть Вот Поэтому Вы Наверное Очень Популярны У Женщин Давайте Я Промолчу Данный Момент Каждому Сво Я Думаю На Каждый Товар Есть Свой Купец Скажите Я Действую Как Представитель ИСА В суде Может Ли Ответчик Магазин Потребовать Присутствие ИСА В суде И Задавать ИСУ Вопросы По Покупке Товара Отвечаю Нет У Меня Очень Часто Себя Ведут Недобросовестные Ответчики Таким Образом Когда Они Требуют Моего Доверителя В суд В Надежде Что Они Смогут Его На Что-то Там Раскрутить На Какие То Ответы На Какие Неудобные Вопросы Если Вы Считаете Что Присутствие Вашего Доверителя В суде Нецелесообразно То Вы Имейте Право Ну Отказать Суду И Кому Угодно Чтобы Человек Присутствовал И давал Какие-то Объяснения Вообще Вы Не Имейте Право Не давать Никакие Объяснения Суде И Там Отвечать На вопросы Тому Подобное Так Ладенько Будем Завязывать Уже 21 Час Вечера Желаю Вам Успехов И Долгой Жизни Спасибо Вам Большое Спасибо Что Провели Со Мной Этот Стрим На Удивление Думал Что Будет Все Коротко И Быстро Мы Очень Долго С Вами Просидели Так Я Ответчик Имеет Право Задавать Вопрос Ису Ответчик Имеет Право Задавать Вопрос Ису А Исс Не Обязан Отвечать Хочет Отвечает Хочет Не Отвечает На Ваше Усмотрение Я Допустим Если Не Хочу Отвечать Не Отвечаю Так И Вам Спасибо Все Ладненько Всего Хорошего Давайте Тогда Попрощаемся Вот Всем Спокойного Вечера И Хорошей Новой Неделей Всем Пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры